Продолжение следует... Сталкиваясь на него, построить себе успешный бизнес в онлайн-тренерстве, продажу онлайн-тренировок. Так вот, дело в том, что у нас произошел искусственный, не искусственный даже, естественный отбор. И те ребята, которые участвовали и участвуют в нашей игре, они все прошли этот барьер. И все они сделали больше двух заданий. То есть одно задание, ребята сделали первое задание и дальше отвалились. Все остальные, они прошли дальше, и чтобы им давать какой-то отдельный материал, смысла нет, потому что вы все здесь. Сам этот вебинар станет огромным призом. Почему? Я вам сейчас расскажу. Во-первых, его не будут смотреть те ребята, которым нахрен не нужен. Просто давать призы тем, кто выиграл, они здесь на финише, и они сейчас получат ценную информацию. А именно, я дам вам пошаговый материал, как продавать онлайн-тренировки. Пошаговую инструкцию. Еще раз предупреждаю, что лучше всего это записывать и скринить. Видно меня там? Ничего страшного. Главное, вы здесь. Я ген смотрю, понял игру, но не смог активно не участвовать. Ничего страшного. Самое главное, вы здесь, и вы на финише, и вы сейчас забираете самые сливки на того, что должны знать. Наша игра началась для кого-то внезапно, для кого-то на середине, неважно. Но вы помните, что до начала игры у нас было три этапа, три задания до начала игры. Для чего они нужны были? Это анализ. Это первичный анализ вас как тренировок, как атлетов, для того, чтобы мне можно было понять, что вам дать. И вот смотрите, какие есть заметки. То есть вас здесь сейчас вообще до финиша дошли 77 человек. То есть я смотрю, здесь 21, еще 50 человек, скорее всего, отвалились, либо нас догонят потом. Это видео я выложу на нашей странице. То есть что такое? Выложу на нашей странице. И там тоже он провисит, но провисит само собой. Когда я буду уже переоформлю шапку нашей группы обратно в школу новых тренеров и буду выкладывать материалы, это все уйдет вниз в небытие. А так это все останется. Но сам факт того, что здесь мы ведем интерактив, и я могу ответить на ваши вопросы напрямую. Кстати, этих вопросов не будет видно на видео. Будет видно на видео только вот этот титульный лист, то есть то, что я буду давать, и мой портрет, хотя мой портрет здесь тоже не нужен. То, что вы пишете, те ответы, которые вы будете получать, то есть зависит от ваших вопросов, это ценный материал, в принципе, для вас. Это наша с вами обратная связь. Вот, поехали. Теперь. Итоги. После трех дней, то есть мы проводили три дня наших мероприятий, где я вам задавал вопросы. Соответственно, я сделал некую статистику, которая показала тех людей, которые, в принципе, заинтересованы в том, что вот я даю. Я давал, что школу новых тренеров и онлайн-тренерство, как запустить свой бизнес, как начать продавать онлайн-тренировки от 50 до 500 тысяч в месяц. И вот, смотрите, итоги первых трех дней. Для начала мне было интересно посмотреть, насколько здесь ребята, которые действительно болеют спортом, насколько они участвуют в спортивной деятельности. Неважно, они... Ну, вот. Главное, что они могут переодеться и пойти в клуб, грубо говоря, ребята, которые называют, что они на фитнесе, на спорте, изожники. А те ребята, которые занимаются спортом, составило 87%. То есть это огромная масса ребят, которые действительно уже прошли этап некого становления. И для меня это говорит о том, что они имеют опыт спортивной деятельности. Неважно, они участвуют на соревнованиях, не участвуют, все равно. Но сам факт, что они знают, что такое спорт, они знают, они имеют общение с другими клиентами и также, наверное, сами запрашивают у тренировок какую-то дополнительную информацию. Вот. Занимались раньше, сейчас не занимаются, всего 10%. Ну, этому есть свои причины. Но факт то, что человек, который не держит руку на пульсе и не знает новую тенденцию в фитнесе и спорте, скорее всего, начинает отставать. Поэтому, хотите ли вы или нет, если вы хотите на свою жизнь и дальнейшее действие продолжить именно в тематике, в спортивной тематике, вам необходимо хотя бы раз в неделю посещать спортивный клуб. Просто хотя бы тусить и разговаривать. Никогда не занимались и не занимаются. Всего 3%. Честно говоря, этих людей я не совсем понял. Но могу предположить, что эти люди понимают некую параллель. Они проявили параллель между продажей онлайн-тренировок и продажей в целом. Я тоже подумал над этим. То есть я подумал над всеми тремя пунктами и подумал над самым слабым пунктом, который дает нам 3%. О том, что эту информацию, которую я вам сейчас дам, которая у меня есть, которая наработана опытом и ошибками, оно, в принципе, очень хорошо проецируется вообще на бизнес. И вы сейчас об этом убедитесь. То есть заметьте, когда я буду что-то рассказывать, проводите параллель. То есть я говорю, вы представляете себя как тренера, я говорю, вы представляете себя как управляющим огромным бизнесом, где нет тренерства, где, допустим, сфера услуг, там еще что-то, все, что хотите. Вот. Дальше. Действия в соцсетях. Активно и плавно ведут соцсеть всего 3%. То есть о чем это говорит? О том, что есть люди, которые, в принципе, знают механику подачи информации в социальных сетях и делают это конкретно с какой-то поставленной целью. То есть это люди либо маркетологи, либо таргетологи, либо люди, у которых цель непосредственно выявления, то есть приток клиентов и дальнейшая конверсия в клиентов. То есть приток подписчиков и конверсия в клиентов. Всего 3%. Но такие люди есть. И я со всеми с ними поговорил. И 50% из них – это ребята, которые пришли, увидели мой пост у своих друзей, занимаются маркетингом, и они предложили мне свои услуги. Такие вот люди. Дальше. Знают, как это сделать, но не делают. 15%. Это ребята ленивые, но, скорее всего, они не знают, как это делать, а предполагают. И не делают только потому, что они не видят той пользы. Некоторым я ответил в комментариях, что, скорее всего, не тот подход, либо нет мотивации. Вы, наверное, помните это задание. И вот итоги этого задания такие. Дальше. По наитию и бесплана. Это люди, у которых стреляет в голове какая-то мысль. Где-то они что-то увидели и написали пост. Бывает так, что они написали сразу, допустим, 5 постов в день и делали в течение 3 дней, потом просто забили на это все и на месяц пропали. Таких 23%. Дальше. Говорят, что все выполняют, но почему-то у них закрыт аккаунт. Это львиная доля профессиональных тренеров, которые позиционируются как тренер, которые репостят к себе на стену какие-то информации о тренировках, о зале, о спортивном питании. Но, честно говоря, нельзя написать им комментарий. Там только можно лайк поставить и репост. Как с этим тренером общаться, я не знаю. В сообщении писать, а сообщение тоже закрыт аккаунт. То есть ты вообще ничего не напишешь. И пятое. Не знают, как это делать. Вообще. Они знают, что есть соцсеть, и заходишь к ним в сеть, я даже... Здесь, наверное, есть у нас эти ребята, которых я давал рекомендации, что сделать, с надеждой, что это даст какой-то им толчок для действий. Но они сделали только то, что я сказал. И на этом все умерло. Это уже было три недели назад. И поэтому, если зайти к ним на страницу, там можно увидеть последних действий как раз три недели назад. Вот. Ребят, пять пунктов. Напишите от одного до пяти, которому пункту вы соответствуете. Пожалуйста. Первое. Активные планы ведут в своей соцсети. Второе. Знать, как это делать, но не делать. Третье. Панаить с плана. Четвертое. Говорят, что все выполняют, но закрыт аккаунт у них. Проверьте, кстати. И пятое. Не знают, как это делать. Я просто хочу увидеть, кто здесь у нас есть. Два Панаить. Так. Молодцы, ребят. Давайте активнее, вступайте в связь. Здесь... Да, Леш, хороший вопрос. Здесь неважно, где это. Хоть в Инсте, хоть ВКонтакте. Самое главное, чтобы это работало. И я вам скажу, что если вы знаете, как в Инсте выполнить все те же функции, что и ВКонтакте, то я к вам обращусь за помощью. Потому что ВКонтакте сейчас для меня та площадка, которую можно автоматизировать от и до. Я сплю, а работа идет, грубо говоря. Даже... Хорошо, Данил, отлично. Я даже могу этот вебинар запустить, скажем, в час ночи, и он пройдет без меня совершенно. Хорошо, хорошо. Сейчас, Данил, для тебя будет еще много информации. Спасибо, ребят. Пошли дальше. Хорошо. Отлично. Я просто почему спрашиваю, только потому, что сейчас, знаете, вы даете мне эту связь, я понимаю, что мне не говорить, потому что зачем мне говорить ребятам, которые, допустим, все знают. Я лучше скажу тем, кто ничего не знает. По поводу Инстаграма и ВКонтакте. Сейчас, если вы видели последнее промо ВКонтакте, то на мобилках это вылитый Инстаграм. Смотрите, как сториз начинает меняться и подстраиваться под Инстаграм. Почему для меня ВКонтакте больше, чем Инстаграм? Инстаграм, вы меня простите, но это лайкер. Это лайкомет, где вы не обращаете, вы не раскрываете даже тексты, вряд ли там что-то читаете. Во-первых, мелко, рябит в глазах. Вы посмотрели фотку и на по реакции этой фотки вы ставите нравится, вам не нравится, задерживаешься или нет. ВКонтакте же есть два варианта. Первый вариант, где вы можете прямо почитать статью, вы можете перейти по ссылке, вы можете получить какую-то конкретную информацию, вы можете связаться, написав сообщение кому-либо и получить обратную связь сразу же. В Инсте это вот как бы очень трудно сделать и не все знают, как, допустим, в био там топлинг зайти, топлинг либо дополнительные какие-то сервисы, которые подключаются, дополнительно их не видно. Итак, дальше. Сколько готовы работать в день? Вот такая информация, то есть тоже была, вам, наверное, вы помните ее. От 10 до 30 минут 5 процентов, от 30, до часу, скажем, 23 процента, от часа до 3 часов 57 процентов, это львиная доля, и 3 часа, и больше часов в день 15 процентов. вот здесь. У нас схема такая, что, как я это понимаю, что я получаю вот с этой информацией, ребята, которые самоотверженно готовы трудиться, они сейчас находятся в полной жопе и готовы пойти на все, просто. Это 15 процентов. Я сам такой. Когда мне не за что зацепиться, и я не знаю, как решить какую-то задачу, если мне говорят, ты готов 5 часов послушать материал для того, чтобы решить свою проблему. Я готов. Я готов и всю ночь сидеть, но зная, что к утру я ее решу. Третий пункт, который от часа до 3 часов, это, в принципе, умные ребята, которые готовы конспектировать и планировать свою будущую работу, чтобы потом она не мешала нормальной жизни. Мы с вами разговаривали по поводу денег. Нафига вам столько денег? Куда вы их потратите? Сейчас будет следующий пункт. То есть это говорит о том, чтобы ваша работа не занимала львиную часть вашей жизни. Сейчас, вот я, честно говоря, я с этим борюсь, потому что я бывает так заигрываюсь на работе, что я могу с утра свалить на работу и поздно ночью только вернуться. Для меня не существует нормальной семейной жизни в этот день, а только вот рабочий. Жена не даст соврать. От 30 до 60 минут, 23 процента. Это, в принципе, максимально эффективные ребята, которые хватают только самое главное, ценное, и мне с ними сейчас более ответственно, потому что я боюсь просрать этот вебинар, честно говоря. Дальше. От 10 до 30 минут 5 процентов это ребята, которые не совсем понимают, что работать нужно. Для них сама система работы в ВКонтакте и в соцсетях пока из области, наверное, игр и из области развлечения. Я вам скажу, вот в чем дело. Сейчас мы живем, то есть сами для себя поймите, что мы сейчас живем в виртуальной реальности. Что это такое виртуальная реальность? Это вы можете заказать билеты, не выходя из дома, через телефон. Вы можете, то есть, допустим, на авиарейс, вы можете купить билеты в баню, вы можете доставить себе еду, вы можете купить книгу и тут же почитать, которую нельзя отходить. Это наше посещение в клуб, непосредственно мы садимся на самолет и улетаем куда-то в другой город. Мы получаем информацию и идем, допустим, в бассейн либо в баню, мы уходим в рестораны, но все, что мы делаем онлайн, это виртуальная реальность, которая позволяет нам сократить расходы и сократить свое время. Посмотрите, самый яркий пример того, что в онлайне нет очередей и как бы вы не хотели, не говорили, что онлайн это говно, это все вообще зачем, это, честно говоря, недалекие люди, которые останутся жить дикарями в чистом оффлайне. Мы с оффлайна не выходим, мы онлайн начинаем подгибать под себя и начинаем настраиваться на действительную работу. Сейчас есть онлайн-кассы и то, что мы делаем в соцсетях, то есть в соцсетях это свое, свой социум, поэтому называется социальными сетями, где мы с вами общаемся, учимся, разговариваем, а дальше мы продаем, предлагаем, забиваем стрелку, мы соревнуемся, посмотрите, онлайн-опен и все, кто знает, то есть это глобальное мероприятие, которое потом выходит в оффлайд. так что нельзя забывать про то, что существует виртуальная реальность и мы, ребята, уже в ней. Так почему же нам не начать нормально работать и не ходить сюда как на работу, грубо говоря, не просто тыкать кнопками и заниматься игрульками, а вот непосредственно заниматься полезным делом. Дальше, итоги первых дней, собственные цели. Здесь было очень интересно и я попробовал их сравнить вместе со своими. у нас там музыка скоро кончится, Через полчаса станет потише. Итак, самая львиная доля ребят хотят обучаться, инвестировать в себя, то есть я выбрал такую как бы статью, инвестировать в себя, это ребята, которые хотят вкладывать в Россию, хотят научиться на каким-то зам, то есть это ребята, которые готовы инвестировать в себя, это очень круто и это говорит лишь о том, что весь онлайн бизнес пока находится в таком сыром состоянии, что это поток, понимаете, это как движение вперед, ведь через некоторое время, через даже через год, через два года это все начнет стихать, просто потому, что специалистов ведения онлайн бизнеса станет очень много точно так же, как сейчас на рынке, то есть есть высокая конкуренция для продажи каких-то продуктов, хотите ли вы это или нет, но когда вы становитесь на рынок продавать яблоки, то скорее всего яблоки уже продают все, бабушки нашли черные входы и выходы, серые комбинации для того, чтобы продавать типа молоко, сама надоила, да, сейчас, сама надоила, то есть вы видите, что это все переформировалось уже в более сложные механизмы продажи в офлайн, а в онлайн я вижу только одно, пока закрыты у тренеров аккаунты, пока тренера не могут толком объяснить, что они хотят рассказать нам, пока есть люди, которые говорят, нет, меня нету вконтакте, меня нету в инстаграм, нафиг мне это надо, там ничего нет, я рад этому, честно говоря, потому что это пока не паханное поле, и один из моих посылов это то, что сейчас это надо делать просто, так вот, ребята, которые хотят обучаться, вам огромный респект, и обучайте это и онлайн, и оффлайн, и львиную долю своих инвестиций вкладывайте в себя, это лучшее, лучшее, что может быть, потому что это реально будет приносить доход, и не только краткосрочную, но и долгосрочную основу, ведь есть такой момент, когда, говорят, встретились два мужика и говорят, вот если у тебя будет яблоко, у меня будет яблоко, если я тебе дам свое яблоко, у меня его не будет, у тебя будет два, а что же происходит с онлайном и со знаниями, то же самое, если у меня есть знания, у вас сейчас 34 человека, я вам дам эти знания, и у вас будут эти знания, причем у меня они останутся, то есть таким образом вы становитесь богаче, и если вы начинаете инвестировать в себя, то ваш кругозор начнет очень мощно расширяться, и скорее всего вы начнете тренировать, обучать ну просто займете этим делом, дальше, открыть клуб, ребят, хотят, то есть это очень хорошо, 12 процентов, безбашенные ребята, честно говоря, альтруисты, но это все благое дело, этим надо заниматься, хотите вы это или нет, и я это вижу, как после создания онлайн-продаж тренировок, после создания онлайн-бизнеса, когда вы будете видеть конкретных портрет, даже конкретной целевой аудитории, вы будете понимать, кто к вам ходит, вы уже четко для себя поймете, какой вам клуб открыть, и для чего, первый шаг вообще, вы должны, ну грубо говоря, опросить людей в том районе, где хотите открыть, нужен клуб вообще или нет, или вы со своей идеей придете, здесь будет кроссфит, а что такое, это вот функциональные, варьируемые, интенсивные тренировки, и что это, вот не знаю, так написано, давайте приходите, я вам покажу, пришли все, сдохли, оказывается, это никому не нужно, вот, поэтому здесь надо будет, ну, онлайн, это по крайней мере, четкая вещь, хочу ништяков, 7%, это те ребята, которые ходят в мотике, машину, и так далее, любить себя нужно, и на этом не нужно останавливаться, потому что, когда вы себя полюбите, мозг начинает понимать, за что вы себя полюбили, и он вам будет давать, то есть он будет выполнять любую работу, которую вы ему поставите за обещанную, скажем, награду, вот, и 18% вылезти из жопы хотят, то есть я понимаю, что находясь вот на дне своего благосостояния, нужно браться за что-то, и чем-то начать заняться правильно, сейчас наш курс весь пройдет, то есть наша встреча с вами вся пройдет в том русле, что вы поймете, что этим заниматься не только можно, этим заниматься нужно, я постараюсь вам донести это, вот, честно говоря, вылезти из жопы никогда не поздно, и никогда не рано, даже если вы будете на гребне волны, то вы видите, что там выше волна, и выше гребень, поэтому захотите ее преодолеть, нету, нету границы совершенства, сейчас, ребят, скажите, пожалуйста, вот зафиксировав ваши цели и возможности, вот, которые я сейчас рассказал, и то, что у вас есть в голове, сможете вы распределить свою энергию для эффективной работы? Поставьте плюс, если да, минус, если нет, то есть, если вы, зная и сфокусировав внимание на том, что вы не умеете вести соцсеть, вы понимаете, что вы хотите, то есть, у вас будет четкие знания того, что у вас есть, это точка А, ребят, грубо говоря, зная свою точку А, вы будете сохранять свою энергию для эффективной работы, для того, чтобы знать, чем заниматься дальше. Хорошо, спасибо, ребят, пошли дальше. Итак, непосредственно сам план достижения результата. Сейчас мы говорим именно о том плане, о котором я буду рассказывать и подробнее о нем расскажу. План достижения результата я разделил на 8 шагов. Итак, первый шаг, включение в работу, он говорит о том, что вы немножко должны встряхнуться и направить свой мозг и свое старание и усердие в нужное русло. Вы должны понимать, если вы собираетесь заниматься онлайн-тренерством, то и надо им заниматься и больше, и надо настроиться на эту работу. Я вам дам сейчас все инструменты, мне не жалко, все инструменты того, что нужно сделать и как это нужно сделать. Сейчас, ребят, секундочку. Где у меня кнопки? Где у меня кнопки? Вот. То есть сначала включение работы. Вы должны немножко оглянуться. Я вам дам методику, чтобы понять и настроиться на работу, потому что работа – это, ну вот, 8 шагов, их все надо пройти в любом случае. Мне в этом случае нравятся девчонки, вообще все девчонки. Просто женский мозг меня поражает. Я вот разговаривал недавно с женой своей на эту тему, и я высказал свою точку зрения, в принципе, провел такую параллель, что пацаны, ребята, они любят расчет. Им нужен четкий расчет, и, скорее всего, то, что им предлагают, они уже это знают, и им это уже неинтересно. Типа, а, я знаю. У меня обрательник такой. Он всю жизнь знает, но не хочу ничего говорить, но ничего в жизни не достиг. Он вообще не добивается. Просто потому, что он все знает, что все будет плохо. Все мы умрем, право говоря. Смысл дергаться. А девчонки, они такое ощущение, что они тупо вырубают мозг, им говорят, это надо сделать, они это делают, добиваются, все охреневают, говорят, насосало потом, еще что-то. Ну, в любом случае, я поражаюсь девчонками, их, они завоюют скоро наш мир просто, потому что они делают, они именно функционеры. И им говорят, разберитесь со своим сознанием. Очень много тренингов, вот именно работы с подсознанием. Кто там, одни девчонки. А посмотрите, девчонки наши, они могут настроиться. Кому мы бежим, когда хотим привести себя в чувство, пожаловаться, поныть. К девчонкам. На кого мы ругаемся и нас терпят? Девчонки. Девчонки воспитывают наших детей, девчонки готовят нам еду, девчонки, я смотрю, с молотками ходят уже, девчонки занимаются спортом, фитнесом. Больше всех им надо быть красивыми и стройными, подтянутыми. Понимаете? И именно вот, чтобы настроиться на эту работу, это шаг один, и он очень важен. Дальше шаг один, два. Продать себя как личность и эксперта. Эксперт написал с ошибкой, блин. В этом шаге очень важно понять именно то, чего вы стоите и как вы это будете предлагать людям вообще, что вы будете предлагать. Шаг третий. Сделать ясный путь от точки А к точке Б. Мы об этом говорили и сегодня поговорим. То есть, то, что мы сейчас с вами прописали точку А. Это то, это опросник небольшой, где я для себя понял, кто вы и что вы и куда нам идти. Точку Б определенно ясно. Мне нужно дать вам сегодня 8 шагов и повести дальше. Теперь я буду это делать, то есть, по четкому плану, который вот прописал в виде вот этой вот презентации. Дальше. Упаковать красивый тренировочный план. То есть, это обязательное условие. И многие ребята, вот Юра, я помню, он написал как раз вам планы, типа, стань к Новому году сильным Дедом Морозом или еще что-то такое. Ну, сам главный подход. Очень важный подход. Дальше. Шаг 5-6. Продать через посты и общение. Это очень важно. И я говорю о тех тех ребятах, которые до сих пор закрыты аккаунты. Даже если вы работаете в Инстаграме, почему-то к вам тяжело зайти. Вы боитесь, что к вам ногти доберутся еще кто-то. Если эти все бизнес-аккаунты, ногтевой, бизнес-массажи, там, эпиляции, еще что-то ведут какую-то активность в вас, имейте в виду, они поднимают вашу страницу в рейтинге. Да пусть там хоть миллион будет этих ногтей и два человека только нормальных. Но представляете, миллион подписчиков на какую картину могут создать для привлечения дополнительных клиентов. Дальше шаг седьмой. Включить план В, Г и Д. Это в случае, если у вас от пути А к пути Б что-то пошло не так, у вас должен быть дополнительный план действия. И шаг восьмой. Довести до результата. Вот. Эти планы достижения. Теперь ежедневный чек-лист. Это уже пошла главная информация. Вы можете скринить то, что я вам даю. Что ежедневный чек-лист себя представляет? Это минимум, который вы должны делать. Это 20 лайков в ленту подписчикам. Тем подписчикам, которых у вас есть каждый день лайкать для того, чтобы иметь какую-то обратную связь и лояльность с ними. 20 комментариев в ленту подписчикам. То есть это необходимо делать для того, чтобы показывать, что вы живой, заинтересованный человек. Но, конечно, страшно, если у ваших подписчиков всего три поста, и вы уже отлайкали их, откомментировали. Пишите дальше, пусть он офигевает. Он увидит, что вы с ним общаетесь, и, скорее всего, свяжется с вами. А может, ему сделать просто сообщением написать. Ну, не надоедать, конечно. Три сторис. То есть это очень хороший формат, и он позволяет вам дополнительно общаться, дополнительно транслировать себя, как человек, который существует, который живет, который активный, с которым интересно пообщаться, интересно посмотреть. Дальше, подготовка к материалу к прямому эфиру на неделе. То есть у вас есть течение, то есть в течение недели вы готовите материал для прямого эфира, так как это делаю я, допустим, в группе тренеров. То же самое. А почему бы не делать вам? Это смотрите за один только сеанс часовой 2300 просмотров, 2400 просмотров, и я говорю, что я есть, отвечаю на вопросы и помогаю людям стать лучше. Дальше, отвечать на все сообщения везде. Это говорит о том, что если кто-то вам написал, либо в паблике у вас были какие-то сообщения, либо где-то незакрытые, не должно быть неотвеченных сообщений, это делать нужно обязательно. На все это должно уходить 60 минут в день. Это может, конечно, быть и меньше, но не больше. То есть вся эта минимальная чек-лист, который необходимо делать каждый день для успешной работы и для того, чтобы вы начинали себя проявлять в социальных сетях. Займись выполнением чек-листа. Смотрите, всего за месяц у вас будет 500 и больше лайков в ленту с подписчиком. Нет, это много 10 сторис, ты, Ген, ты можешь надоесть просто. Если, конечно, ну, три это норма. Вообще норма одна публикация в два дня, то есть три публикации в неделю достаточно. Не надо надоедать, потому что люди должны общаться и с собой, и заходить какие-то другие страницы, ну, хотя бы вон к Миша зайти, или к Валентине. Так вот, у вас будет больше 500 лайков в ленту подписчикам, 500 комментариев в ленту подписчикам. Имейте в виду, что имея такой огромный объем информации, который идет от вас, ВКонтакте умная лента начинает вас продвигать, и вы становитесь в первых рядах в новостной ленте у своих ребят, у своих подписчиков, тех, с кем вы вплотную работаете. Человек зашел, он увидел вас, а вы там что даете? То есть, мы поговорим об этом потом еще. Это очень важно, важное выполнение работы для того, чтобы, ну, это работа, это то же самое, как вы, допустим, на кухне готовят дополнительные заготовки, полуфабрикаты, для того, чтобы потом быстро все приготовить. 90 сторис и больше. Можно, конечно, 10 сторис, но хорошо, Ген, спасибо большое за связь. 90 сторис и больше позволяет вам встать первые ряды в сторис, и вот, как моя жена говорит, она вообще мало пишет, мало читает даже Инстаграм и ВКонтакте, но вот сторис она видит все время. Посмотрите, у сторис есть огромная возможность, это реклама через сторис, после того, как у вас там 10 тысяч подписчиков будет, то есть, есть прикрепление файлов и так далее, и так далее, это очень хороший инструмент, и ВКонтакте, именно бизнес ВКонтакте позволяет вам продвигаться, то есть, точно так же, как вы сейчас 80% отличников находите здесь, также ВКонтакте естественным путем позволяет вам, ребятам, которые активно пользуются соцсетями, позволяет вам быть успешными и он в этом поможет. Также есть, хочу сказать, есть такие фишки, как Прометей, ВКонтакте присваивают такую фишку, Прометей, даже значочек с огоньком такой, где в названии вашего аккаунта за высокую активность, за подъем вашей страницы в рейтинге, он дает вам преимущество там 3000 или 5000 целевых подписчиков, они знают, кто к вам ходит, они знают, кто вас смотрит, они знают, в каком регионе это происходит, и они вам просто их бахают, у вас было 1000 подписчиков, но они все были активны, даже не 1200 подписчиков, они все были активны, и тут бац, у вас 5200, 5200 на следующее утро, и огонечек, вы сразу будете транслироваться во всех каналах, это просто бомба, но также есть и плохое, то есть такой полицейский ВКонтакте называется Немезида, если вы грабите чужие тексты и нарушаете авторские права, вас за это очень сильно наказывают и банят, просто, если вы хулиганите и всякие сиськи и письки шлете, то есть имейте ввиду, что вы сразу попадаете в бан, и есть, конечно, соцсеть ВКонтакте начинает становиться популярной, вы видите, что бывают ссылки от друзей, типа проголосуй здесь, проголосуй там, и смотрите на ссылки, смотрите ребят, которые вам что-то предлагают, зайдите на их страницу, просто не нажимайте ссылку, зайдите на их страницу, посмотрите, сколько у них людей, самое главное, посмотрите на те посты, которые созданы, у фейковых страниц, у мошенников обычно страницы создаются за один день, не обязательно за сегодня, это может быть за месяц назад, но вы видите, что все они имеют, допустим, 21 октября, 21 октября, репосты, фотки, это сразу фейки, и научитесь их отличать, ну, в принципе, очень просто, не лезьте куда не надо, не занимайтесь, не лазите на порно-сайты, и не общайтесь с мутными людьми, вот, дальше, 12-16 постов за месяц позволят вам контактировать с вашими клиентами, и все эти 12-16 постов будут целевыми, они все будут ценными, хотя бы один репост с 12-16 постов сделает вас просто, вдохновит вас на работу, умная лента в инстаграме, она развита, да, но с инстаграма могу сказать, что это автоматическая робка передач по сравнению с автомобилем, то есть она не совсем, понимаете, умная лента в инстаграме вещает на весь мир, и начнет просто расфокусироваться, очень здорово, дальше, 4 прямых эфира позволит вам показать людям и рассказать им что-то полезное, научит вас общаться с людьми и получать обратную связь, это очень важно, именно общение, смотрите, когда мы тренируем в своих клубах, мы напрямую общаемся с тренерами, если вы тренер, общаетесь с клиентами, да и с друзьями, то есть вы видите настроение, вы видите мимику, движение, еще что-то, так вот, прямые эфиры позволяют вам также общаться с людьми, но здесь есть такой небольшой нюансик, когда вы просто общаетесь в дырку в камере, вот как я сейчас, и я вас не вижу, я вижу только то, что вы пишете и отмечаете плюсиками, минусиками и так далее, то есть это обратная связь, которая мне поможет подобрать для вас самый нужный материал, вот как этот, кстати, это все итог нашей игры, дальше коммуникация, то есть в итоге вы получите коммуникацию от 100 до 1000 человек заинтересованную вас и на это всего идет 35 часов в месяц, кстати, 240 часов в месяц уходит на сон только с условием 8 часов в день и 180 часов, если вы будете 6 часов спать, так вот, 35 часов в месяц у вас на все это, это несравнимо ни с какими деньгами, которую вы, допустим, можете заплатить за человеку, который будет это все делать за вас, имейте ввиду, он не сделает это за вас лучше, чем вы, потому что вы знаете больше, вы, вы именно вот Гена, вы Миша, вы Женя и так далее, что у меня там, да, теперь, ребят, скажите, как вы думаете 35 часов в месяц сфокусированной работой принесет больше клиентов и продаж, как вы думаете, напишите да или нет, просто, 35 часов в месяц сфокусированной работы, как вы считаете, принесет, да, именно, если мы говорим про те вещи, про наш чек-лист, если вы будете делать все, что надо, там, вот это вот приведет вас, больше клиентов, да, ребят, я согласен, и я скажу, что я вас, как говорится, не на мусорке нашел, вы для меня очень ценные, и даже здесь сейчас 32 человека, это плод моей работы, которую я вам хочу и рассказать, и показать, как это сделать, отлично, дальше, давайте разберем пошагово, то есть сейчас я буду рассказывать очень быстро, попробуйте уловить, если что-то непонятно, пишите в чат, итак, 8 шагов продаж онлайн-тренировок, первый шаг это я личность, что мы делаем на этом шаге, мы должны выделить вашу уникальность, то есть чем вы особенный, а вы особенный многим, у нас был вопрос, помните, напишите свои самые важные и козырные характеристики, то, чем вы можете гордиться, вы написали самые офигенные результаты, то есть вы рассказали, что вы упертый, что вы целеустремленный, понимаете, это мотивация, что вы умеете делать то, там, кто-то показал про спортивные результаты, это ваши достижения, все то, что у вас есть, на работу на сегодняшний день, это клад, и этим надо пользоваться, вам кажется, что все такие, нет, не все такие, даже если такие, то всем нам не хватает немножко мотивации, немножко силы, немножко выносливости и немножко знаний, поэтому, дальше, когда вы выделите вашу уникальность, а именно проработаете ее по теме тренерства, надо начать ее транслировать, просто, надо ее вещать именно теми способами, которые вот я вам сказал, дальше, что вот нужно сделать, я личность, открыть свой аккаунт, доступ, я это прямо написал для того, чтобы, прям мне бесит, когда я, мы разыгрываем призы, допустим, футболки, вот такие футболки, ребятам, конкурс, я дал жене ее, чтобы она их отослала и написала, что вам выслан приз, понимаете, эти аккаунты закрыты, как им написать об этом, они работали, старались, мы приготовили для них подарки и мы хотим им написать, ваш подарок готов, принимайте на почте, мы этого сделать не можем, я прошу телефон, мне никто не пишет, я прошу почту, мне никто не дает, я прошу открыть аккаунт, никто мне этого не делает, а я слышу только говномет в свою сторону, что у нас все нечестно и мы неправильно все это разыгрываем, если у них, ну я так понимаю, что это принцип жизни такой, винить всех окружающих, кроме себя, так вот, открыть свой аккаунт в доступ, дальше создать публичную рабочую страницу, обязательное условие, потому что можно, конечно, создавать и личку, но я думаю, что лучше не смешивать личную с рабочей и на рабочей транслировать, публиковать только самый нужный материал, как касаемо ваших клиентов, дальше расписать личное досье о себе, кто, зачем, свои мысли и так далее, это очень важно для того, чтобы познакомиться с ребятами, для того, чтобы люди понимали, с кем они будут общаться, вы становитесь неким объектом оценки, хотите ли вы это или нет, но когда вы листаете страницу и вы видите, что кто-то тут выеживается на страничках, начинает громко себе заявлять, вам интересно что у него есть, конечно, конечно, настраивайтесь на то, что полетит хлам, там, всякое суждение, что они все крутые, а вы никто, да как вы смеете так делать, да кто вам давал право об этом говорить, у вас право есть на все, если вы здесь, если вы это делаете, помните вашу уникальность и транслируйте, я вот про Данила хотел сказать, Данил, он пишет, он не пишет посты, он их репостит, за этом косяк ему, я хочу сказать, что он уникальный человек, вот насколько я его знаю, я могу здесь про всех сказать, кого знаю, Даник, он уникальный человек, это человек, который воспитывает военных, грубо говоря, тренирует военных, и мы с ним познакомились на персональной тренировке онлайн как раз, и меня поразил этот человек тем, что у него солдатская выправка чувствуется не только вот во внешнем виде, он ко мне приезжал, но и в общениях, в умении писать мне сообщения, в умении разговаривать и требовать, то есть это человек, который вот он, он упакованный солдафон, и ему есть этим чем гордиться, потому что солдатской выправки многим не хватает, оно нужно, вот, из этого всего, дальше необходимо составить контент-план на месяц вперед, для того, чтобы вам не заморачиваться, что вам делать, вы должны, то есть написать таблицу, взять карандаш и прямо расписать по дням, то есть всего-то 12-16 постов, 12-16 тем, напишите просто темы, не нужно их расписывать, распишите потом, вы увидите, придет вдохновение, начали писать, что-то в голову пришло, какая-то тема, что-то вы видели, напишите дальше в контент-план, вы увидите, как вы не успеваете публиковать свои материалы, что вы уже на полгода вперед все все расписали, вам будет легче писать свои посты, еще отталкиваясь от запросов определенного круга людей. Дальше, включить в работу ежедневный чек-лист раскрутки, то, что я вам дал, это обязательное условие на шаге первом, я личность. Результат, что вы получите с этого? Молодец, Даник, я тебя прочитал. Что получите в результате этого? Понятная страница или паблик? Понятная, людям всем будет понятно, кто вы, что вы. Дальше, контент-план на длинную дистанцию у вас будет, вам не надо будет думать и заморачиваться. Стабильный рост интереса к вашей странице будет, потому что вы будете вести, как раз применять этот чек-лист, и вы становитесь яркой личностью. Понимаете, что люди делают вообще? То есть, они это все принимают, все понимают, но нифига ничего не делают. То есть, людям нужно постоянный пинок, постоянно мотивация, и еще страшнее всего у них упускаются руки, потому что они не видят обратной связи. Это страшнее всего, когда ты долбишься в стенку, как муха, и в ответ ничего, тишина. То есть, здесь есть, этому есть причина, и она ясна и понятна. В принципе, хотя бы одно движение, один из пунктов здесь будет пропущен, у вас не будет достаточной реакции на все эти действия. Поэтому первоначально должна быть понятная страница и так далее. Теперь, ребят, скажите, пожалуйста, вот эти знания, сделают ли вас это известнее, популярнее, интереснее? То есть, введение вот такой страницы, как вы считаете, от одного до пяти, напишите, пожалуйста, один не станет, пятерка станет. То, что вы делаете, то, что вы будете делать, станете ли вы известнее, популярнее? Пятерки, хорошо, хорошо, ребят. Отлично. Я тоже так думаю и этим пользуюсь, и я не знаю, как я выгляжу для вас, я боюсь об этом спрашивать, в принципе, как-нибудь спрошу, наверное, перед Новым Годом, как раз пройдет еще дополнительное время, но скажу, что это приносит свои плоды. Я пока только по наите, но вижу, как растет наша группа, вы можете посмотреть группу школу новых тренеров, когда мы начинали, там было 30 человек, 40 человек первых, и сейчас там 1300 человек, то есть, это прямые люди, заинтересованные в тренерстве, то есть, это достаточно узкая специализация, специализация. Посмотрите, как растет группа, моя группа, тренер Федор Сергей, то есть, там уже, я последний раз смотрел, 8 тысяч подписчиков было, там заходят очень мощно. Ну хорошо, это все поправимо. Дальше, второй шаг, я профессионал, в чем он заключается, разобраться, чем я могу быть полезен людям, если еще не знаю, есть такие ребята, и уточнить, что сейчас реально нужно аудитории. это очень важный шаг, который необходимо выполнить каждому человеку до начала всех действий. То есть, если вы не понимаете, чем вы будете полезны людям, и вообще не знаете, чем заниматься, то здесь будет очень мощный затык, и, скорее всего, вы даже не побоитесь, посещаетесь, кого-то об этом спросить. То есть, возникает иногда, знаете, такой барьер, когда вы не понимаете. Я хочу, допустим, рассказать вот об этом, об этом. Но у вас сразу возникает образ другого человека, который в этом знает больше. И вам кажется, что вы будете перебегать ему дорогу своими незнаниями, и вдруг этот огромный, великий человек увидит то, что вы пишете, скажет, да как ты, ты что-то хрень несешь какую-то. Да ты что, да это вообще не так, блин. Вы знаете, вы попали тогда в точку. Вы, по крайней мере, вы выловили огромную рыбу из океана, с которой можно поспорить, потому что у вас должно быть свое мнение. И если вы этим, если вы выделили какую-то тему и определили для себя ее яркой, то, скорее всего, у вас есть на это уверенность. Если нет уверенности, ребят, я вам могу ее дать. Запросто. Самый главный лошара в этом всем действии, это я. Поэтому я этого не стесняюсь. И, наверное, если бы я чувствовал себя каким-то продвинутым мужиком, там, не знаю, я бы перестал учиться, а я учусь. У меня расписаны обучения уже на два года вперед, наверное. Мне страшно. Мне очень страшно, хочется быстрее все изучить, но я понимаю, что этому должно быть какое-то время, которое должно пройти. Ведь нельзя все усвоить моментально, как хотелось бы это сделать. Так вот, дальше уточнить, что сейчас реально нужно аудитории, это важная часть, и она как раз добивается непосредственно уже в ваших социальных сетях. Этот шаг называется «Я профессионал». Сейчас. Что нужно сделать для этого? То есть провести аудит своих компетенций, вывести общие интересы. Вы должны просто сесть в тишине для начала, написать то, что вы умеете на самом деле. Но не обязательно это общепринятые вещи, это не обязательно должен быть кроссфит, и не обязательно должна быть работа, скажем, со штангой. Это может быть гиря, это может быть бег, это может быть, ну, все что угодно, бассейн, плавание, вернее, еще что-то. Когда вы это все напишите, а это может быть от трех до тридцати действий всяких, подойдите к своим близким, сначала спросите у них, что они думают по этому поводу, и пусть они вычислят, то есть определяют три ключевых значения, которые, как они считают, у вас получается лучше всего. Дальше подойдите к друзьям, дайте то же самое из всего написанного, такой вот тест, пусть они выберут, что нужного. Так вы определите, выберите из всего, скоммуницируйте, свяжете все ваши знания, то есть вы увидите свою картину. Вы можете также попросить прокомментировать своих родных и друзей, что они думают, в чем вы профессионал. То есть смотрите, когда... Анют, извини, про тебя сейчас скажу. Когда... Ладно, не про Анют. У меня есть замечательный друг, он действительно друг, который и в беду, и в радость всегда вместе, он живет на расстоянии, но я ему всегда звоню, он мне звонит, всегда переживает за меня. Мы определяли в такой шуточной игре свою миссию, и надо было мне рассказать ему, кто он для меня. Для меня он человек-открыватель, то есть человек, который открывает мир глазами, он человек-максималист, как я вам сказал, человек-экстремал, потому что последние его пять лет были связаны с глубоким погружением в Баренцевом море. Он взлетал очень высоко, куда-то там в горы лазил, проходил какие-то сотни километров по горам и так далее. И в итоге я сказал, он говорит, почему? Я говорю, ну вот смотри, у тебя то-то, то-то, то-то. И что ты думаешь, мне нужно? Я ему говорю, что в любом случае кайф от жизни ты получаешь, когда открываешь что-то новое. И он так задумался и говорит, блин, а может действительно мне купить самолет? Он купил самолет и начал заниматься авиаперевозками, представляете? И действительно получает кайф. Причем не людей, он возит его, заказывает куда-то заповедники, проверять еще что-то. Он живет в своем, грубо говоря, в своем маленьком мире. Поэтому спрашивайте своих родных и друзей, они больше всего вам подскажут, что делать. Дальше. С 10 и больше клиентов собрать их желание, боли, страхи и все, что они думают по поводу и без. Собеседование, опрос. То есть, если у вас есть хотя бы на начальном этапе несколько клиентов, даже не клиентов, даже вы можете обратиться к людям, которые уходят в клуб, которые с вами общаются, допустим, что-то спрашивают. Вы можете их спросить, что они хотели бы, чего они боятся, зачем они сюда пришли, что им интересно, что они получают, что они получают и так далее. Собеседование, любой собеседование, любой опрос раскроет вам глаза на ваши действия. То есть, вы ярко начнете представлять то, чем нужно заниматься в этой жизни. Чаще всего, опять говорю, случается так, что есть у человека желание открыть какой-то, открыть кроссфит-клуб просто для того, чтобы там тренироваться. Было такое дело с парнем, когда он говорил, Сергей Геннадьевич, я хочу открыть клуб, я говорю, хорошо, какая цель твоя, открыть клуб, кроссфит, но чтобы тренироваться, готовиться к спорту. Я говорю, а зачем тебе такие траты? Ты можешь купить годовой, ты можешь на эти деньги купить пожизненный абонемент в клуб и ходить туда. Ну, я хочу, говорит, и тренировать других. Я говорю, ну, хорошо, тренировать других, а чем ты будешь тренировать, что ты будешь делать? Я хочу здесь зону сделать бокс, здесь зона ММА, здесь хочу зону тяжелой атлетики сделать, здесь зону кроссфита и так далее. Я говорю, хорошо, хорошо, но тренировать хочешь для чего? Ну, выступления на соревнованиях. Я говорю, понимаешь, людей, которые хотят соревноваться, очень мало. У людей другие боли. Я говорю, давай, спроси ребят, которые вот приходят в зал. Он работал тренером, и после опроса, для чего они приходят, я говорю, ну, ты узнал, да, узнал. Какой ты вывод сделал? Они все придурки, блин, они не знают, зачем сюда ходят, и вообще они не знают, не хотят кроссфитом заниматься, им надо совсем другое. Я говорю, ты видишь, если бы ты открыл клуб кроссфит, к тебе нахрен никто не пришел, потому что никто не хочет соревноваться, никто не хочет поднимать тяжелые штанги, и не хотят вообще ничего делать. Ты будешь, ты построишь зал только для себя, чтобы готовиться к соревнованиям. В конце концов, этот человек вообще ушел в другой бизнес. Вот, вот такой плохой человек, который часто ребята приезжают и хотят открыть клуб, просит у меня консультации, как им открыть, что у меня первый вопрос, зачем вам это надо. Если вы не любите кроссфит, если вы не видите, как вы на этом будете зарабатывать, то это все угаснет, потому что аренда, коммуналка, зарплата продавцов, зарплата тренеров, они требуют, они не в теме, они не с вами, им посрать, что вы там хотите, они пришли к вам зарабатывать. Вот, дальше. Что вы получите в результате этого шага? У вас будет общий знаменатель вас, как эксперта в какой-то области, то есть вы будете точно знать, чего вы хотите, что вы из себя представляете, по крайней мере, сами будете понимать. Вам будет понятно, что делать, упор в выбранной области. Вы выберете для себя свое русло, и у вас будет четкое, конкурентное преимущество, перед другими тренерами, а именно я говорю то, что сейчас, вообще сейчас, многие тренера не позиционируют себя, как какой-то определенный тренер, они хватаются за все, они и тренер по прыжкам в сторону, и по кувыркам назад, и по ходьбе на ногах, и еще что-то. Да, есть тренера кроссфит, конечно, тренер групповых программ, персональный тренер, но эти люди, очень много людей, в принципе, которые знают, что они делают, они общаются, и эти люди имеют огромный круг своих клиентов, грубо говоря. Я приведу пример, тот, который делал, проводил опрос, для того, чтобы понять, как мне себя транслировать, что мне делать вообще. То есть, я у себя в группе решил провести опросник и раздать ребятам персональную программу на неделю, на пробу, для того, чтобы они поняли, нужно им это или нет. Я проведу опрос, какие упражнения у них слабые, какие сильные. То есть, была цель, то есть, дать персональную программу, увидеть, насколько ребята понимают, для чего они занимаются. Сделал опрос, и по написаниям целей я увидел, что ребята хотят. Что мне это дало? Мне это дало, по крайней мере, четкое понимание, ведь люди у меня не будут спрашивать того, чего я не представляю. Никто не написал, что они хотят заработать на оптовом рынке по продаже картофеля, понимаете? Им всем нужно знать, как нужно тренироваться, лучше получить программу по тренировкам. С их условиями нету гребли, нету байка, не могу бегать, ничего не умею, но хочу выступать на соревнованиях, хочу быть крутым, хочу похудеть, хочу приседать много, хочу тянуть много и так далее, и так далее. Здесь я просто их разделил потом на разные сегменты, но ладно, это тот пример, который позволил мне определить, какой мне материал нужно готовить и над чем работать, на что сфокусировать свое внимание. Вот, один из примеров, это я разделил, то есть на тренировки атлетов, у меня есть целая программа по тренировке атлетов, она рабочая, и каждый день ребята херачат, там работают. Атлеты для меня это те, кто готов соревноваться. Здесь я предлагаю программу подготовки к соревнованиям, сейчас у нас опены, ребята показывают достаточно хорошие результаты, и эти результаты выше средних. Есть ребята, которые ноют, типа я не атлет, я там еще что-то, но, поверьте мне, это те ребята, которые не готовясь по атлетской программе, были бы еще хуже. Они просто не представляют, что имея в руках козырь непосредственно целевой подготовки, они имеют ранг выше намного. И, кстати, мы это оцениваем по определенной метрике. Дальше есть программы по гимнастике, это для тех, кто хочет потянуть гимнастику, то есть я вот разделил эти аудитории на разные группы, ведь кому-то сила не нужна, кто-то не хочет амбицироваться, а хочет научиться ходить на руках, кто-то хочет научиться выходом и так далее, нажиматься на стойке на руках, нажиматься на кольцах. Для этого есть определенные программы, где вот они готовы, и я наработал. Есть по гимнастике отдельные элементы, гимнастики включают много в себя упражнений, ходьба на руках, допустим, 12-недельный курс и так далее. То есть есть решение задач по увеличению силы, выносливости, мобилити, индивидуальный план тренировок, питание для кроссфит и так далее. То есть это все не придумано мной, а это все зафиксировано от запросов моей аудитории, тех людей, которым я обращался. Кстати, наверное, среди вас тоже есть ребята, которые заполняли эту таблицу и получили на персональный тренировок. Сейчас я закрыл эти персональные тренировки просто по причине, что я сейчас переезжаю, но это пока нет времени. Но об этом я расскажу сейчас подробно. Вот. Теперь, ребят, смотрите, как вы считаете, если вы будете отвечать требованиям ваших клиентов, а не вашим желаниям, может быть вам вздумалось еще там что-то сделать, сделать это вас востребованным тренером. Если да, поставьте 8, если нет, поставьте 0. Хорошо, можно дописать. Ладно. Еще раз вопрос. Смотрите, вот мы с вами прошли вот такую тему. Второй шаг, я профессионал. Отлично. Если вы будете отвечать требованиям ваших клиентов, а не вашим желаниям, сделать вас востребованным, тренером. То есть у вас будут инструменты, которые будут отвечать запросам ваших клиентов. Вот и все. Отлично. Хорошо, ребят, пойдемте дальше. Третий шаг, я стратег. Очень мощный шаг. И, кстати, мы скоро перейдем к четвертому шагу. Это будет один из ключевых шагов. Так вот, третий шаг, я стратег. Здесь мы на этом шаге пишем путь от А до Б. мы сначала технически, схематично, даже на одном листке бумаги, на коленке, пишем то, что вы будете делать с вашим клиентом. Дальше составляем программу для клиентов на этом шаге и получаем обратную связь от нашей аудитории. то есть здесь это очень важный момент. Это практически сам путь от точки А до точки Б. У нас было, кстати, такое задание, и вы на него отвечали, кто-то широко ответил и правильно сделал, потому что, когда вы отвечаете на эти шаги, прямо контактируя мысль, передаете в буквы, пишете, печатаете, транслируете это дальше, потом сами читаете. Кстати, есть из вас те, интересно, кто читает свои записи потом или просто написали и выкинули. Так вот, или слушает аудио, слушает видео свое. Это очень хорошая практика, которая показывает, насколько вы крутой на самом деле и не то, что вы о себе думаете. Вот. Дальше пошли. Результат. Результатом этого станут понятные данные на тему, что предложить клиенту. То есть здесь зная сам весь этот путь и вы прописав программу своему клиенту и имея обратную связь на каждом шаге, допустим, будут ключевые какие-то шаги, где вам нужно будет узнать, да хотя бы получилось у вас это или нет, сходили вы на тренировку или нет, а сколько времени вы провели на тренировке. Вы должны понимать, что он выполняет ту задачу, которую вы ставите ему. ведь он обратился к вам за помощью и вы готовы ему помочь. Отлично, Ген, молодец. Молодцы, ребят. Да, Геннадий, хорошо. Теперь скажите, как вы считаете, вызовете ли вы больше доверия у вашей аудитории с таким подходом? То есть представьте такую, да, картину, что к вам обратился человек, вы ему говорите, да, хорошо, я знаю, как это сделать, я вас протестирую, и мы дойдем до вашей цели. А, кстати, что вы хотите? Я хочу похудеть. Да, у нас есть эти шаги, я составлю вам программу, и во время анализа действий и выполнения задач вы будете иметь обратную связь и все время интересоваться, как проходят дела. Вызвете ли вы больше доверия? Ну, скажите, вопросы сами, ответы сами лезут. Хорошо. Хорошо. Молодцы, ребят. Да, самое главное, поймите, поймите, что и как работает. Пошли дальше, четвертый шаг. Я спец в продажах, и именно этот шаг начинает вам приносить деньги. Это ключевой шаг, на котором вы уже получите свои первые деньги. Что мы здесь делаем? Мы разбираемся в теории продаж шесть этапов контроля положения, то есть это немножко будет MBA, немножко работы отдела продаж, да даже немножко, это ключевые факторы, ключевые моменты, которые позволят вам продавать, и продавать это не просто, вот у меня есть купи, Данилка написал там 40 рублей, одна тренировка, это в принципе одна из подходов продажи, очень хорошо, но немножко была ошибка допущена, и не страшно. Вот, у вас будет, то есть контроль положения в том, где находится клиент, что ему предложить, как ему предложить, как это сделать. Дальше отрабатываем частые возражения, то есть это работа с возражениями, и она будет вестись, она должна вестись непосредственно с такими же, как вы, потому что мы с вами имеем, хотите, не хотите, какую-то все равно конкуренцию, которая, ведь нам не хочется, чтобы вы были круче, вот мне не хочется, чтобы вы были круче, да, и вам не хочется, чтобы был круче я, допустим, но представляете, мы с вами сидим за одной партой, и я выставляю вам претензии, вы на них стараетесь отвечать, мы добиваемся того, чтобы вы ответили полностью, и погасили мой пыл, и мое возражение, у вас будет, будут готовые ответы, и тоже чек-лист, который позволяет вам ответить на все эти вопросы, дальше опрабатываем продажи через собеседование, то есть любая продажа, и чем дороже продажа существует, тем ближе контакт должен быть с клиентом, и поэтому вам нужно научиться разговаривать с клиентом, само собеседование происходит в форме, тоже есть определенная форма, которая позволит клиенту понять, что вы ему хотите дать, даже я сейчас вам рассказываю, многие, наверное, до сих пор, может быть, не понимают, может быть, нет, если вы здесь, то вы, наверное, понимаете все, но многие думают, многие думают, что они не понимают, наверное, так, и личное собеседование приведет к тому, что клиент скажет, а, теперь я все понял, вон что, а то я думал, понимаете, здесь очень важна обратная связь, как результат этого шага, четвертого шага, вы продаете уверенно и рулите процессом, управляйте на каждом этапе ценообразованием, то есть это очень важно, я говорю про Данилкины 40 рублей, виртуозно закрывайте возражения клиентов, потому что у вас уже готовы, 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 да, готовы шаблоны для того, чтобы, короче, вы будете знать, как ответить, что ответить, что сказать, у вас это будет все наработано уже, к этому нужно подготовиться, и отрепетировано, собеседно для живых встреч, то есть я говорю о том, что любая дорогая покупка, любая дорогая продажа, а тренировки могут стоить до, скажем, до 80 тысяч за, там, за полгода или за год, люди готовы платить, зная, что они получат в итоге, но они не будут платить, это вот так вот, скинь мне номер, я тебе сейчас переброшу, скорее всего, для них нужна живая встреча, точно так же, как зайдите в автосалон, это живое собеседование, где менеджер с вами просто общается, дарит вам подарки, он становится вашим другом семьи, и так далее, и так далее, и говорит, придите завтра, придите, я сделаю все, и так далее, то есть эти вещи очень важны на моменте продажи, то есть здесь этот этот результат этого действия поможет вам четко понимать, какую цену выставлять, сколько ставить, сколько брать, и сколько стоит ваш труд, теперь скажите, как вы считаете, будет ли вам проще продавать, когда это уже отрепетировано задание, да, Даник, ну ты красавчик, во, Юра, молодец ты здесь, да, Юра Нодолинский, да, я про тебя сегодня говорил, да, ребят, вам будет проще продавать, когда это отрепетировано, и мы можем сейчас с вами провести некий такой мастер-класс, и репетицию вы мне будете писать здесь, но нет, мы этого делать не будем сейчас, просто потому, что время сжато, и мы уже с вами сколько минут, кстати, час двадцать уже, видите, мы собирались только на час, не расходитесь, пошли дальше, восемь шагов продаж, онлайн-тренировок, я маркетолог, очень важная часть, здесь мы составляем окончательное предложение вашего оффера, то, что вы будете представлять, то есть вы упаковываете свой материал, и свой продукт под своим товарным знаком, и предлагаете его, вот как уникальный продукт, с конкретным предложением, докручиваем через анкетирование, то есть, если вам что-то непонятно, и здесь вы понимаете, что продажа, это один из шагов того, как продать больше, докрутить через анкетирование, вы расспрашиваете тех, кто еще не купил, допустим, и не приобрел, просто заинтересовался и что-то спрашивает, то есть вы должны знать их, чем они живут, поэтому нужно анкетирование, дальше изучаем азы ретаргетинга на друзьях, это то, что это такой процесс, который позволяет вам также научиться на примерах, именно на своих друзьях, чтобы дальше рекламироваться и выставлять свои запросы, выставлять свои товары на всеобщее осуждение, на всеобщее усмотрение, там суд, для того, чтобы ВКонтакте вас, по крайней мере, не забанил и на то, чтобы вы не тратили на это много денег, проводим трансляции с рабочей страницы, то есть это очень важно для того, чтобы понимать конверсию, сколько посмотрел, сколько пришло, сколько заинтересовался и так далее, и начинайте собеседование с клиентами, это может быть как в личке, так и, ну, знаете, применение чек-листа по шагам, там уже из этого уже, в принципе, должно быть ясно, что и как делать. Как результат, у вас будет полностью адаптированный под рынок предложений, которые само себе продает, то есть здесь эффект такой, что, Даник, я тебя сегодня замучаю, у вас, то есть если ты, ваше предложение должно быть стоить гораздо меньше, чем люди это ощущают, и чем они видят пользу от этого, то есть, грубо говоря, ваша тренировка стоит пять тысяч, а вы, то есть вообще, вот этот материал, мой вебинар, он стоит 25 тысяч, но он, ну, как бы, стоит 25 тысяч, а на рынке он стоит 80 тысяч, и если я скажу вам, ребята, вот есть такой хороший движок наш, где я расскажу все, и покажу, это стоит 80 тысяч, вы на этом заработаете на второй месяц, и окупите его, вы скажете, нифига себе, 80 тысяч, это да хрена, я скажу, нет, ребят, всего 25, вы скажете, а 25, но в принципе, вы понимаете, что это стоит гораздо дороже, и здесь какая-то польза есть, и вы можете это применить на себе, то 25 тысяч, то есть, имейте в виду, что цена сама по сравнению с ценностью этого продукта гораздо ниже, то есть ценность продукта выше, и мне не нужно будет рекламировать его, то есть, этот материал, я знаю, просмотрят очень много людей, очень много ребят, вообще он бесплатный, очень много ребят для того, чтобы, наверное, даже будут предлагать друг другу, то есть, это и есть, саму себя продает, дальше, понятно, как через таргет пиарить себя, и привлекать клиентов за 5-7 рублей, это очень большая ошибка, ведь я вижу, как ребята, которые прошли курсы в школах новых тренеров, не дослушав до конца, и не вникнув в сам процесс, ставят, допустим, там тысячу рублей на просмотр 49 тысяч клиентов, и они не понимают, почему за 5 минут тысячи рублей улетело, ни один клиент не отозвался, то есть, это вообще катастрофа, честно говоря, то здесь, в этом шаге, я маркетолог, нужно научиться именно выделять непосредственный бюджет с четким пониманием того, сколько человек придет, то есть, скажем, наш бизнес, да, для привлечения клиентов, сейчас это, ну вот, 7 рублей за получение клиента, вы готовы потратить, грубо говоря, 70 рублей для того, чтобы 7 человек к вам присоединились, и начали вас внимательно слушать, я думаю, да, вот, и назначение собеседования, заинтересованными людьми, то есть, на этом этапе вы научитесь назначать встречи, у вас будет свой так называемый распорядок, где вы будете знать, что у вас, допустим, сегодня в 6 часов собеседования, и вы будете знать, о чем говорить, как говорить и зачем это делать. Как вы считаете, будет ли вам легче продавать при этих условиях, ребят? Скажите, пожалуйста, напишите плюс либо минус. Да, вижу, хорошо, ребят. Молодцы. Отлично. Если есть налаженный алгоритм, да, налаженный алгоритм, согласен, Даник. Посмотри до конца, и будет налаженный алгоритм тебе. Отлично. Айдин, огромное спасибо за 4 плюсика. Дальше, следующий шаг. Я копирайтер, очень мощный шаг, который также необходимо использовать. Используем 60 убойных тем для постов. Это именно то, что я спрашивал у вас. Представляете, 60 тем, если я вам скажу, ребята, расскажите, как вы пришли первый раз в спорт. Это будет первая тема. Ребята, расскажите, какой был ваш максимальный вес в чем-то, и что вы ощущали. Это будет второй пост. То есть, это тема поста. Ребята, я человек, который, вот мне плохо, нафига вообще мне это все надо. Напишите мне, пожалуйста, что мне нужно сделать. Сбодрите меня, поддержите меня, ребят. Это будет пост мотивации и так далее, и так далее. 60 постов, тем, тем, не постов. Под каждой темой может быть миллион постов, ребят. Дальше, создаем мощную, но простую презентацию. Это то, о чем я говорю, когда мы представляемся перед своими клиентами. Дальше, запускаем рекламу на подписчиков. Очень мощное, очень мощное, скажем, действие, которое позволяет вам именно бить в цель, и ваши ребята, ваши будущие клиенты увидят вас через ваших друзей. Дальше, проводим собеседование, закрываем продажу. Именно на этом шаге вы можете закрывать, то есть, получать окончательные деньги, которые скажут вам, что вы крутой, вы молодец, и мне бы хотелось очень даже провести некое соревнование, где бы мы соревновались по оплаченным чекам. Скажите, пожалуйста, вы согласны были бы в таком движке участвовать, где мы с вами будем соревноваться по продажам? Грубо говоря, мы сейчас все на нулях, и мы с вами дойдем до этого шага, где условием будет, ребята, а теперь давайте, кто сколько продал? Вы пишите, я продал троим, я продал двоим. Делайте скрины того, что действительно они были, и мы выведем, ну, по крайней мере, это даст какую-то мотивацию всем остальным, и это конкуренцию произведет. Мы будем, по крайней мере, спрашивать, как у кого дела идут, кто как это сделал. Да, круто. Да, мне бы тоже было интересно, и я, по крайней мере, надеюсь, что эта движуха, она позволит нам собрать какую-то массу людей, где мы с вами будем соревноваться именно в продажах. Я знаю, что вы знаете очень много, просто мне вас нужно расшевелить. Мне нужны ребята, которые помогут мне выйти на другой уровень, вместе с вами, само собой. Работать в одну калитку как бы очень тяжело. Дальше, как результат, что это будет? Да, да, Гена, ты прямо такими словами выражаешься. Да, друг на друге онлайн. Мы, по крайней мере, тренируемся. Это то же самое, как происходит в борцовском зале. Мы друг с другом боремся, бьем по груши, и потом в итоге на улице нам равных нет вообще. Итак, результат этого шага это максимальное количество человек в курсе, то есть они, ну, в принципе, знают, что у вас что-то начинается нужное для них. То есть то, что вы будете готовить, то, что вы для них запланируете, максимальное количество людей будут знать это и готовиться, и, скорее всего, подпишутся на этот движок. Ну, и первые деньги здесь вы будете продавать. И, ну, очень-очень-очень хороший шаг, очень интересный. Представляете, мы все подготовимся к этому шагу, и уже скажем, то есть я запущу, скажу, ребята, мы работаем, начинается следующий шаг, к конце недели у нас должны быть продажи, погнали, и все, иначе мутить. Теперь скажите, как вы считаете, будут ли у вас продажи с такой подготовкой и таким сбором заявок, ребят? Да, Ген, это тебе. Про нейронную связь, мотивация, работа в команде, и на самом деле движочек очень мощный. Я понимаю, что это похоже именно на кроссфит и наставничество, где у вас что-то не получается, и мы начинаем друг другу помогать. Да, Рома, сто процентов, я согласен с тобой. Следующий шаг от слова предпринять очень такой у нас девчонки есть, нету, есть, Алла есть, хорошо, Алла, закрой ушки. Здесь этот шаг настраивает вас на получение черного пояса по пиздецам. То есть здесь умение выгибаться, изгибаться и выходить из воды сухим, то есть это и есть предприниматель. Этот шаг я и написал в кавычках предпринять от слова. Здесь мы должны подготовить план В и Д, если нужно даже Д, если что-то пошло не так. Это идет при уже непосредственной работе с клиентами и представьте, что ваш клиент собрался куда-то уехать и у него там нету тех инструментов, которые были изначально. Мы не должны от Вальсов говорить, что при таких условиях игра останавливается. Нет. Мы тренера и мы должны иметь на это уже готовый план. Дальше. Включить каскадные продажи. Здесь как предприниматель тоже это работа с форс-мажором, когда у вас непосредственно становится молчание какое-то, либо что-то происходит не так, вы вы включить есть такое понятие, как каскадные продажи, которые позволяют по сути из ничего получать деньги. Конечно, имея уже продукт, пройдя все эти шаги на этом этапе, люди не все говорят, что им конкретно надо и что они могут. Многие просто не считают нужным что-то объяснять, жаловаться, что-то. но когда вы начинаете подталкивать их на это действие, это выглядит намного благороднее, скажем так. И это каскадные продажи. И дальше освоить самые простые способы приема платежа. Легал, я написал, то есть понятно, что не серые механизмы, которые похожи на мошенничество, а именно те, которые действительно живые и живые ну легальные короче, они действуют, действуют и как типа онлайн касса. Но на MLM чем хорошо, то, что это все-таки отличная работа отдела продаж, Ген, я тебе говорю, которые имеют очень положительное качество. так как мы тренера, мы должны применять все силы, мы не должны, мы не будем применять систему MLM, просто потому, что мы не такие, каральцы, деньги не пахнут. Как результат, что мы получим? Мы будем знать, что делать, если все пошло не по плану, у нас будет дополнительный план, дополнительный ресурс, и у нас будут готовы доходные варианты сбора денег, дожимы, рассрочки, кредиты и тому подобное. что, ребят, на этом шаге вы научитесь непосредственно выходить из любой ситуации с выгодой для вас. Теперь скажите, как вы считаете, будет ли вам проще продавать, если у вас будут запасные пути решения? Олег, да, Алла, да, Никита, да, Юля, да, Андрей, да, хорошо, ребят, спасибо большое за обратную связь, она очень важна, по крайней мере, мне сейчас на этом этапе, 32 человека, они все живые, и все пишут, отлично. Еще я хотел сказать, научитесь общаться, научитесь контактировать и коммуницировать, есть из разряда вселенского разума, если вы, ну, грубо говоря, если вы не пишете что-то, когда вас просят об этом, и человек выкладывается перед вами, то почему кто-то должен писать вам, имейте в виду, если вы это делаете, то вы понимаете, что, ну, вам вернется втройнее, да, бумерангом, да, есть эффект бумеранга, и другое, когда вы пишете, когда вы контактируете, по крайней мере, люди видят, вот Алена, допустим, сейчас увидела Максима сверху и Диму снизу, так что это тоже коммуникация, и я думаю, что это очень, очень мощная вещь, ведь потом, когда мы с вами, допустим, будем работать, мы с вами объединяемся всеми соцсетями, чтобы и объединимся в одной какой-то комнате закрытой, где мы друг с другом будем творить чудеса, просто мы будем становиться настоящими онлайн-тренерами. Дальше, восьмой шаг, самый конечный, самый главный, наверное, то, о чем мы собрались, это я тренер, да, мы все тренера, все говорим о каких-то MLM-ах, там еще что-то, коммерсах, маркетинге, еще что-то. Смотрите, на шаге я тренер, необходимо будет освоить базовые способы доведения клиента до результата, скажите, да мне, потому что это самое важное, ведь человек, когда дойдет до результата, это его финиш, самое страшное по себе знаю, осталось, допустим, неделя до финиша, и у человека будет результат, он видит, что он до него дойдет, и почему-то начинает сливаться, просто потому что теряет цель либо вера в себя. Здесь работа тренера максимально важна, его надо брать просто за шкиряк, его надо мотивировать, не то, что каждый день, а каждый час для того, чтобы он завершил этот финиш, ведь финиш бывает самым тяжелым, но что творится после финиша, после финиша человек становится одухотворенным, человек начинает верить в себя, и когда он после финиша подходит к вам и говорит, Сергей Геннадьевич, я сейчас понял, что я могу все, я на свете все могу, я поверил в себя, это происходит только после финиша. Так вот, базовый способ доведения клиента до результата, дальше воспользоваться, если нужно, знаниями экспертов, это очень важная часть для тех ребят, которые не знают, как себя транслировать и не знают свою уникальность, то есть, о чем я говорю, если вы, допустим, определились, что ваша целевая аудитория хотят накачать бицуху, либо хотят похудеть, но вы в этом ни хрена ничего не шарите, имейте в виду, есть эксперты, которые вам в этом могут помочь, в частности, допустим, я могу вам в этом помочь и предоставить вам какие-то планы даже тех же тренировок, которые вам покажу, как их переписать для себя, помогу это сделать и уже продавать непосредственно своим клиентам. Вы сами научитесь, вы сами будете с ними общаться, без ссылок на экспертов и так далее, и так далее. То же самое происходит, допустим, в школах, да, вот само школьное образование говорит о том, что вы заходите в институт, где куча профессоров, куча учителей, да, чего далеко ходить, вот только вспомнил, допустим, до третьего класса у нас один учитель, который учит всему, а потом у нас идут разные тренера и как раз учительницы, наши первые учительницы не всегда хватает экспертности в области геометрии, ну, в области математики, физики, ОБЖ, физкультура и так далее, и так далее. Поэтому можно прибегать к знаниям экспертов, и, кстати, это очень эффективная работа, если, допустим, вы на одной из трансляций пригласите меня и скажете тему, которую нужно рассказать, то есть мы вместе можем рассказать вашим клиентам много интересного, где я предложу им работать с вами, как, ну, это, я был уже свое экспертное мнение по поводу тренировки, приложу свои, допустим, рекомендации и скажу, что этот тренер является одним из успешных тренеров и стоит к нему присмотреться. когда люди, скажем, не зная меня, не зная вас, зная меня, либо видя мою работу и мои там какие-то движухи понимают, что мое мнение является неким экспертным, то они будут прислушаться ко мне, ну, конечно, я отвечать за всех не буду, и поэтому это сугубо лично нужно. Вот, и внедрить их в свое обучение, то есть все экспертные мнения, одно из экспертных задач может быть так, что, допустим, есть чемпион мира по тяжелой атлетике, но он, ну, у него есть план тренировок, он знает, как тренируется, он может писать, но он просто не знает, у него закрыт аккаунт, просто он забил на все, он там в инстаграме что-то пишет свое, чувствует себя королем, но в итоге ничего не продает и занимается дальше своим любимым делом. Вы можете просто попросить его план, купить его план, не знаю, и переписать его к себе и подготовиться к этому, потому что будут вопросы, на которые нужно будет знать ответ. То есть это некая подготовка должна быть дополнительная и какие-то свои знания вы должны оточить. Ведь, согласитесь, если вы знаете, чему вам учиться, то этому учиться гораздо проще. По крайней мере, если, допустим, вы не знаете, как выполнять становую тягу правильно, а клиент у вас спрашивает, он говорит, что у меня спрашивает, спина болит, и только при правильном положении спины я могу это делать, и вы побежите, узнаем. Так вот, на этом шаге мы с вами выполняем такие функции. Геймификация. Это остановились на геймификации. Геймификация – это то, что позволяет ребятам конкурировать, и в конкуренции становятся результаты лучше и качественнее, и ребята всегда держат руку на пульсе, держат свою работу, грубо говоря, в тонусе, так называемом. То есть, вы получаете какие-то преимущественные отличия от других, если выполняете какие-то задачи. То есть, это тоже важно. Дальше, работа с группой клиентов. Здесь вы работаете, то есть, вы определяете по группам людей и непосредственно ведете каждого в своей группе. Первый пункт – освоить и внедрить вспомогательные программы коммуникации. Здесь есть, да, не сказал, у нас как раз связь оборвалась. В первом пункте освоить внедрить вспомогательные программы коммуникации есть дополнительные программы контакта с клиентами. То есть, вы не сможете на все всему уделить внимание, а именно, допустим, ставить лайки тем, кто вам пишет, отвечать в комментариях, допустим, всем подряд. Вы не можете работать, когда спите, и человек, допустим, собрался у вас что-то купить, а вы в дороге, и, скорее всего, у него на это есть пять минут. То есть, здесь работают так называемые чат-боты, которые позволят всю эту функцию берут на себя. То есть, это настройка вашей страницы, вашего аккаунта непосредственно для такой вот автоматизации, которая позволит вам действовать 24 на 7. То есть, вы можете говорить, что я 24 на 7 в вашем распоряжении. Ребята могут написать, писать какие-то вопросы, общепринятые, скажем, те, которые встречаются чаще всего, и на них тут же получаете ответы от вас лично. Хотя вы этого делать не будете. Дальше у нас четвертый пункт варианты обратной связи. Это то же самое. У вас будут контакты непосредственно с клиентами не только на общие вопросы, но и бывают же какие-то ключевые фразы, допустим, кто-то что-то там набрал, коды и так далее. То есть, это контакт такой непосредственный. Ослеживание прогресса клиентов. То есть, здесь очень важно иметь вам общую картину того, куда двигается клиент, и показывать это своему клиенту, его, то есть, достигатор. Он должен понимать, где он находится от точки А и сколько ему идти до точки Б. Вот. Это и есть таблица достижений. Таблица достижений, здесь я хотел выделить того, что он не будет, допустим, то есть, он видит то, где он находится относительно точек А и Б, но ему интересно посмотреть, а как это у других, а где они в этом время находятся, а что они в это время делают. И здесь как раз эта коммуникация сообщества помогает ему стараться сделать лучше. Может быть, он остановился бы на, скажем, 20 минутах работы, да, и сказал, все, мне хватит сегодня, но видишь, что кто-то сделал еще что-то, либо 22 минуты поработал, либо 25 минут. То есть, если мы говорим про игру, кто больше всех заработает, если кто-то заработал, то есть, на пятерых, кто-то заработал на пятерых клиентах, а ты только на четверых, то есть, тебе, блин, что нужно сделать, у меня вон там пятый есть, я ему сейчас позвоню, сейчас ему продам. То есть, это позволяет ему определить себя вот именно среди своих же коллег. Ну, сбор кейсов, это самый важный шаг, это обратно, это, как сказать, отзывы от ваших клиентов, а кейсом называется тот продукт, где вы показываете, что у вас было, что вы сделали, что в итоге получили. У меня есть, ну, очень хороший кейс, совсем свежий, где вояка, спецназовец, сдал очень сложный зачет и получил все бонусы от жизни. Как результат от этого шага вы будете вести своих клиентов до результата. Ну, и как я у вас сейчас. То есть, это такая маленькая фишка, вы видите, что, ну, здесь ничего не подстроено, и вот это то, что у нас косяк тут. Вообще, косяков очень много я сейчас натворил. По крайней мере, не записываю это видео, но оно записывается где-то здесь, мне надо как-то вытащить, я пока не знаю, это следующий план. То есть, я использовал план В для создания форс-мажора. Хоть ребята отвалились, смотрю, возвращаются очень хорошо. Плюс того, что вы здесь, того, что я вас веду от первого шага до восьмого, то, что мы с вами в игре проводили, то есть, именно все то, что происходит, это и вы будете делать со своими клиентами. Да. Теперь, ребят, как вы считаете, будет ли вам проще работать, когда ясно, как вести онлайн до результата? для меня сегодня очень большой интенсив, но для вас он, скорее всего, еще важнее, ведь еще труднее, потому что я давно вам этого хотел сказать, а вы, может быть, не все понимали 200% фауна. Спасибо огромное. Вот девчонки, вот девчонки, 200%. 100-500 кто? 100-500. Рома 100-500. Спасибо, Рома, да. Рома уникальный человек. Хорошо. Пошли дальше. 8 шагов онлайн-тренировок. Продаж онлайн-тренировок. Еще раз. Первый шаг, я личность. Это то, где мы с вами создаем благоприятную страницу, благоприятное поле для своей деятельности. Я профессионал. То, где мы понимаем свою уникальность, начинаем ее транслировать в обществе, рассказывать об этом своим друзьям. Я стратег. Это тот момент, где мы вырабатываем план работы со своими клиентами от А до Б. В спецпродажах. У нас офигенно есть количество возможностей, как это сделать, как продавать. То есть, у вас не надо будет думать, как это сделать. Допустим, толкните ночью, разбуди, позвоню тебе, скажу, допустим, Макс, у тебя вот 50 клиентов, и все хотят купить, а тебя здесь нет. Что ты будешь делать? Он должен понимать, что ему сделать нужно в этот момент именно. Маркетолог. То есть, вы должны на этом шаге мы научимся с вами продавать себя, рекламировать себя, и делать это относительно дешево, и вы будете, по крайней мере, за запланированные деньги, то есть, у вас будет определенный бюджет, на который вы понимаете, будете понимать, сколько вы получите клиентов. Грубо говоря, есть такая очень важная статистика, которая действительно работает. Если вы хотите получить 10 клиентов, допустим, вам нужно сделать какое-то определенное действие, в котором должно участвовать 200 клиентов. Чтобы набрать 200 клиентов, вам нужно потратить 1000 рублей. То есть, вот такими знаниями, владея такими знаниями, такими инструментами, зная, что потратив 1000 рублей, вы получите 10 клиентов, при вопросе, при планировании, я хочу получить, а 10 клиентов, вам принесут 20 тысяч рублей. Поставив такой вопрос, я хочу получить 60 тысяч, вы не будете стоять перед задачей, сколько вам потратить на этот денег. То есть, само собой, 3000. И все просто. Дальше, копирайтер, вы будете публиковать свои посты, вы будете делать контент-план, и все это будет сформировано лишь с одной задачей, чтобы привлекать на себя внимание и непосредственно продавать себя, как тренера, и свои влайн-тренировки. Я предприниматель, и этот шаг позволяет вам вот как сейчас мне иметь черный пояс по экстремальным ситуациям, где вы будете иметь план В, Г, Д, если вообще все к чертям не так пошло, и вообще все не в ту степь, вообще не в ту пургу. Есть такой момент, когда обучаешь тренеров, им все понятно, все понятно, ну давай, все, он пошел тренировать, и сможет, он какую-то хрень начал нести, что делать, а обратной дороги нет, ты не скажешь не слушать его, как не слушать его, он выступает от имени твоего клуба или от имени от твоего имени, грубо говоря, ты включаешься в работу и включаешь дополнительные шаги для того, чтобы не испачкать этого человека, для того, чтобы клиент все-таки встал в нужное русло и дошел до точки Б, и для того, чтобы не совершать этих ошибок больше, вот, и я тренер, последний шаг, где вы будете иметь точное представление, как довести свой клиент до результата, как вам такой план в целом, ребят, согласитесь, но я написал правда гениально и просто все, Никит, но как такой план в целом? Да. Пока не надо ничего осмысливать, Дим, просто посмотри, как это есть, просто. Осмыслить, да, вы осмыслите это потом. Хорошо, все четко, я рад, Ген, огромное тебе спасибо за то, что ты пишешь такое, потому что для меня это очень важно, донести до вас это нормальным языком, я могу общаться на совершенно другом языке, который будет вообще непонятен, и по поводу этого, Ген, очень хорошо, и ребят тоже, осмотрите, я сегодня написал в своем посте на личной странице про в онлайнах, написал про то, что я не, а да, в онлайне, где я рассказал про оверхед приседания, я написал, что я не за системную учебу, не за то, как это происходит вообще, то есть о чем я говорю, допустим, подходит человек к тренеру и говорит, тренер, мне надо научиться, я хочу приседать 200 килограмм, мне надо научиться присесть 200 килограмм, что делает системный учитель, то есть те ребята, которых я чаще всего встречаю, они начинают говорить, тебе надо научиться правильно приседать, тебе надо контролировать коленки, тебе надо не выводить носки, тебе надо не наклоняться вперед, тебе надо делать то, тебе надо делать все, ты должен смотреть за тем, надо изучить биомеханику движений, надо изучить твою длину на берцовой кости и так далее, и так далее, и так далее, он говорит, блин, на хрена мне это все, ну, и он понимает, что у него, ну, не это он пришел делать, а что значит не системное обучение, то есть, а то обучение, к которому я стремлюсь и я вас хочу научить, то есть, и вам приходят клиенты, говорят, я хочу научиться приседать 200, что вы делаете в этом случае, вы говорите, хорошо, сколько ты сейчас приседаешь, он говорит, 160, отлично, 40 килограмм, хорошо, смотри, есть такой план, где мы с тобой будем приседать, то есть, мы будем работать над увеличением силы, непосредственно над этим упражнением, мы задействуем, то есть, мы используем все наши знания, восстановление, включим подсобку, что у тебя на работу, непосредственно для этого результата, уйдет за тренировку не больше часа, будем тренироваться три раза в неделю, и через, скажем, 12 недель, Дима Иванов мне не даст соврать, через 12 недель мы придем к такому-то результату, тебя устраивает, 12 недель долго, мне нужно за 8 недель, хорошо, можно за 8 недель, но надо будет сделать то-то, 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 а можно за 6 недель, можно за 6 недель, но это еще тяжелее, и скорее всего, нам придется включить такой-то план, и он говорит, хорошо, все, давай будем работать, 8 недель меня устраивает, у меня соревнования через 8 недель, и я точно поднимусь до этого, ты говоришь, да, мы это придем, и смотрите, во втором варианте, здесь работа идет непосредственно с клиентом, на его результат, мы не начинаем парить мозги над всякими крутящими моментами, там еще чем-то, и как это все происходит сейчас, я не понимаю, честно говоря, вы меня простите, но у меня такое мнение, что многие из тех тренеров заканчивали, либо не дозакончили медицинский институт, я смотрю у них книги, там, медицина, читанатомия человека, вы не знаете, где руки и ноги находятся, нахрена это нужно вашему клиенту, где вы, вот если вы это используете, если вы это используете у себя, допустим, в тренировках, ребят, а именно учение по мышечным сокращениям, допустим, по биомеханике, вы используете ли вы это в своих тренировках, эти знания вообще, то есть для вас не может быть открытием, что нога сгибается и разгибается, именно вот в тазу и в коленке, да, да, либо вообще не в курсе, вот именно, вот, ребят, поэтому я за такое решение, где мы с вами, мы практики, скорее всего практики, но мы знаем те моменты, которые нам необходимо знать, а именно, то есть, ну, какие-то, нам важно, самое главное, знать противопоказания этого клиента, то есть мы понимаем, что при мышечном сокращении, максимальном мышечном сокращении, что происходит с давлением, и если это давление будет выше, возможности этого человека, то не стоит с ним этого делать, для этого есть просто медицинские показания, отправляйте всех в диспансер, и там скажут, можно им этим заниматься или нет, если там им запретили, зачем вы занимаетесь этим, просто, главное не навредить, да, согласен, главное не навредить, как это проходит у меня, ребят, давайте расскажу, вот, ежемесячно, то есть, про онлайн-тренерство, ежемесячно у меня 120 плюсом запросов, то есть, когда как, но не меньше 120 запросов, от новичков до атлетов, всем интересно, и групповое обучение, и персональное обучение, но, по крайней мере, что-то они хотят от меня, то есть, то, что я транслирую, то, что я показываю, приходит очень много сообщений, а сейчас в последнее время волна пошла, мне зачем-то видео скидывают, как они выполняют какие-то упражнения, хотят наверняка, но они, правда, ничего не пишут, я говорю, что ты хочешь, и пока молчат, из, вот, сколько из троих, которые мне прислали, ни один не рассказал, может, уже написали, что они хотят, один говорит, я просто пробую, что он пробует, пробует отослать мне видеосообщения, но в итоге я хочу просто узнать, что ты хочешь от этого, может, он хочет узнать, можно ли восстановиться после этого, можно ли это как-то сделать по-другому, можно ли это сделать еще лучше, но здесь как раз непосредственно происходит наше с ним общение, есть ребята, которые показывают мне свои выступления комплекса 22, и спрашивают, где здесь слабые места, если я их вижу, то есть есть непосредственно вопрос, я на это отвечаю, так вот, таких человек больше 120 в месяц, а это, ну, 4 человека минимум в день, это, конечно, мало, но будет больше, дальше, из всех них 30% запросов необработанных, не профильных, о чем я говорю, я их просто не могу физически обработать, и они как-то улетают у меня из виду, то есть это ребята, которые, есть группа женщин, как они ко мне обратились, они хотят улучшить скорость по скандинавской ходьбе, я, честно говоря, не знаю, как это сделать, я говорю, ну, идите быстрее, ну, как бы, оказывается, они должны пройти так, чтобы не потерять ни одного из команды, я говорю, ну, приезжитесь, и она просто отстала от меня, но я понимаю, что, скорее всего, не ответил на то, что она хотела, но от меня это был, как бы, честно говоря, я просто пошутил, потому что это не моя стезя, и я этим не занимаюсь, есть ребята, которые хотят сесть на шпагат, это тоже не мое, и я этим не буду заниматься, есть ребята, которые занимаются беговыми тренировками, я им советую обратиться к тренерам по бегу, которые непосредственно этим занимаются, я тренер, который специализируется на кроссфите, и для меня это пересечение выносливости, гибкости, силы, мощности и так далее, и так далее, я могу увеличить, могу подсказать тренировку на увеличение выносливости, но, ну, скажем, на увеличение, не на увеличение, а на прохождение дистанции 5 километров намного быстрее, чем это делает среднестатистический человек, но для того, чтобы выйти в топе, допустим, на кроссфит-соревнованиях, если они там будут, ну, ко мне же приходят, я хочу бегать быстрее, чем за 20 минут 5 километров, ну, с ума сошли, я смотрю на аватарку, там, человек всю жизнь, наверное, убил на этом, в легкой атлетике, и хочет спросить у меня, я говорю, что я этим не занимаюсь, и вряд ли могу чем-то помочь, вот, так что, не все, я могу объять, так же и вы, то есть, для этого должна быть, вы для себя должны выставить четкое понимание своей компетентности в вопросах, и свою специализацию, средний чек, на средний чек, это то, что приходит по оплатам, есть 200 рублей, пока минимальный чек, это программы, то есть, это подключение к мобильному приложению, если оно предлагается за 350 рублей, то я вместе с программой, вместе с разбором и так далее, предлагается все за 200 рублей, есть дорогие программы, которые позволяют, то есть, мне продавать, это персональные тренировки дорогие, есть, я сейчас бойцов тренирую, и они просят об этом, ну, как бы не транслировать, я так понимаю, что, короче, тренер, он выдает себя за эксперта в этой области, и я ему пишу тренировки, он выдает их за свои, ну, пусть делает, мне не важно, самое главное, что, если он станет от этого популярным человеком, да, а у них скоро бой будет транслироваться, я так понимаю, по центральному телевидению, и я не против, честно говоря, я за славу не гонюсь, мне интересно делать то, что я делаю, и как раз работать, вот, как в восьмом шаге, я тренер, говорит о том, что мне самое главное, довести человека до результата, вот, расходы на одного уходит 300 рублей, то есть, один клиент уходит 300 рублей, туда и реклама, и дополнительные инструменты, и все, 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 в итоге получается конверсия, один рубль приводит 5 рублей, на 30 тысяч затраченных, получается, 150 выручки, и из них 120 тысяч дохода, это, в принципе, для меня лично достаточно для того, чтобы комфортно себя чувствовать там, где я нахожусь, и сфокусироваться, не распыляться, я сначала, когда понял это, хотел объять все, и всех, мне казалось, надо мне все, потом понимаю, что чем больше я акцентирую внимание на чем-то одном, тем больше я отдаю цен информации, тем больше я узнаю об этом, и становлюсь большим экспертом, то есть, узкой специализации, вот, на старте, сейчас у меня готовится 4 запуска, это запуск по силе, на увеличение силы, на запуск на питание, а именно питание для кроссфитера, для выносливости, что нужно, как нужно питаться, это тоже будет движуха, это тоже будет игра, она готовится, это оффлайн клуб, непосредственно сам клуб, где я делюсь своими знаниями по управлению клуба, и о выводе клуба из минусов в плюс, это очень хороший инструмент, похожий на тот инструмент, который мы с вами делали, делаем, мобилити растяжка, то есть, ну, да, я написал, что не факт, что это все осилю, и, скорее всего, что-то я упущу, и не буду делать, так что я могу с вами поделиться, на этой информацией, этими готовыми инструментами, и подготовить вас непосредственно по этим направлениям, то есть, у меня есть уже готовы шаблоны, но поймите, если я вам дам шаблон, просто вот набери и продавай, то есть, это не будет работать, мы должны пройти все восемь шагов, и последний восьмой шаг, где я тренер, вы должны использовать уже тот необходимый материал, который я вам дам, вот, один из свежих примеров того, что будет у вас, но немного лучше, имеется в виду, у вас будет это немного лучше, я сейчас покажу пример того, как это происходит у меня, самый яркий пример, но я уверен, что у вас, ну, я даже не уверен, я убежден в том, что вы сделаете немного лучше, я вам скажу потом, в конце, почему, да, вот объясню чуть позже, досмотрите до конца, у нас уже скоро закончим, ребята, вот, как это все начиналось, да, яркий пример того, нашей движухи игры, которая была у нас, все это начиналось, вот, с такого безобидного, сообщения в паблике, где я немножко рассказал о себе, то, что я говорю, ну, это начало всего, посмотрите, стрелка меня выделил то, сколько это было, 99 лайков, там один мой, 36 комментариев, 4 репоста, и 3900 просмотров, офигеть, то есть, это было 300 подписчиков всего, и после этого движка ко мне прибавилось уже еще где-то 600 подписчиков сразу, то есть это было на начале, дальше что я сделал, дальше что я провел опрос, для того, чтобы было понятно, куда идти, что делать, вы помните этот опрос, можете зайти на страницу на нашу и посмотреть, как это все было, я предложил начать наш сезон и прокачаться как онлайн-тренер, посмотрите, 180, 152 человека проголосовало, я, конечно, дал вопросы, ответы все, да, 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 и здесь уже лайков поменьше, потому что наверняка уже пошла какая-то тягомотина для многих, но 10 тысяч просмотров было для того, чтобы принять какое-то решение, и люди, очень много людей-интровертов, которые наблюдают со стороны на это все, и решение примут, не примут, это уже зависит совсем от других, да, Ген, я запланировал много, я не могу сидеть на месте, дальше что это было, дальше я поменял тему, шапки нашей группы, то есть школа новых тренеров, которая была такая унылая серая, и мне, Паша даже, я вот у него спросил, то есть как раз это момент консультации, у вас же, что нравится, что не нравится, он сказал все четко, но только что-то мрачно серой картинка, и я сделал такую вот картинку, сам своими руками, чему и вас могу научить, преобразовал под игровую платформу нашу страницу, до сих пор ребята пишут, что у вас паблик или что, почему так все, почему у меня так не работали бизнес-страницы, откуда у вас там такие инструменты включены, вот я для этого все подготовил, и само собой эти инструменты все и дам вам, дальше начался сам движок, здесь я хотел показать, смотрите, когда движок начался, я написал, что у меня все готово, давайте играть и так далее, и посмотрите, сколько лайков, сколько комментариев, сколько репостов, и сколько у нас всего просмотров, то есть здесь можно говорить, что движок начался, старт 14 октября, и здесь, с этого момента до 14 октября, я начал ввести опрос, то, что с вами сейчас вам показал по результатам опроса, что и для чего я это сделал, и непосредственно сама игра, в игру я подключил такие материалы, которые, инструменты, которые позволяют присуждать баллы, выстраивать рейтинг и так далее, чтобы мне можно было определить 80% лучших учеников, но я потом в конце понял, надо было чуть по-другому сделать, я сейчас понимаю, что все 80% это вы, которые здесь есть, так что и весь этот материал будете смотреть именно вы, и скорее всего, и теперь даже материал два часа, представляете, кто его выдержит, кроме вас, только вы, вряд ли ребята, которые поверхностно к этому относятся, они даже это будут смотреть, они видят, что два часа скажут, нахрен мне это надо, дальше во всем этом принимали участие мои боты, которых я написал, и научу вас также это делать, это сложные схемы, алгоритмы решения вопросов, решения задач с кнопками, с платежами, и так далее, и так далее, вот, это мои любимые помощники, которых я очень люблю, они делают работу за меня, очень много, вот, у вас, теперь скажу почему, потому что у вас будет лучше, потому что вы избежите дорогих ошибок, избежите, избежите, потому что у вас, у вас не будет этих дорогих ошибок, которые я делал на всем этом пути, они, по крайней мере, вас, не совсем мотивированных ребят, могут просто обезоружить, и вы можете не дойти, поэтому вы лишаетесь права ошибки, что делать дальше, так вот, ребят, у вас теперь есть три пути, ну, вообще, у вас есть несколько путей, скажем так, один из путей, на все забить, и забыть, как страшный сон, то, что я вам говорил, и начать делать свою движуху, по своему плану, по тому, как это видите вы, просто, вот, как Даник это делал, допустим, а я, нет, это очень хорошо, Даник, сейчас не камень в огород, а просто, это один из способов начать плавание в одиночку, второе, вы можете взять эту методику, все, что я вам дал, эти восемь шагов, и начать действовать самостоятельно, просто, прямо с завтрашнего дня, то есть, сегодня вы переварите это все, ночью переспите, покурите, выпейте пивка, там, вина хорошего, для того, чтобы это обсудить со своими близкими, родными, а, да, жена меня зовет уже, для того, чтобы обсудить со всеми родными, и начать действовать, потому что у вас есть конкретный план для действия, и, есть еще третий шаг, а именно, это сделать вместе в команде со мной, то есть, это очень мощный шаг, и очень мощное решение, которое я жду, в принципе, всех заинтересованных людей, а именно, вы видите меня, вы видите меня в экране, и представьте, что здесь в экране находитесь вы, то есть, мы будем сплоченной командой, которая будет идти до результата, и, причем, это будет не наукой, не наукой побеждать, а это будет очень мощной игрой, соперничеством и наставничеством, где вы обязательно выйдете на результат, еще раз говорю, это будет игра на количество привлеченных клиентов, кто победит, тот станет богатым, просто, теперь, ребят, напишите, какой план лучше для вас, один, два или три, пожалуйста, если все однерки, на этом мы закончим, если будут двойки, тройки, продолжим дальше, ну, да, лучше, конечно, хорошо, отлично, отлично, есть двойки, есть тройки, но, очень интересно, от чего это зависит, взять методик, начать здесь, хорошо, ребят, поехали дальше, какой вариант вам нравится, да, вот как раз от стоимости, ясно, да, здесь есть стоимость, ребят, смотрите, теперь, пройти путь самому, если вы пойдете, сами, пользоваться всем этим, это, это очень хорошо, набить шишки вы можете, да, вы много денег, потратите на пробы и ошибки, и, неизвестно, сколько времени у вас на это пойдет, так что, вот, имейте ввиду, здесь, это может уйти у вас неделя, а может уйти год, а может вы просто где-то запнетесь, и не дойдете до конца, я, конечно, советую вам в любом случае придерживаться этого плана, потому что этот план показывает хорошие результаты на выходе, пойти путь в команде со мной, это будет стоить вам 8 недель, а может быть 4 или 5, все зависит от того, насколько вы скоротечеете, насколько вы легко усваиваете это все, то есть здесь я говорю о том, что вы уже на четвертом шаге, на четвертом-пятом шаге, можете уйти дальше в свободное плавание и зарабатывать, потому что четырех шагов вам достаточно хватит для того, чтобы действовать уже в одиночку, просто может быть это не 8 недель, а 4-5 недель всего, и вы уже самостоятельный бизнесмен, который продает онлайн-тренировки, если вы решили пойти в одиночку, у вас могут быть такие моменты, которые вы встанете просто перед таким барьером, очень сложным барьером, который я встречал и наблюдал за ребятами, которые вроде сначала горят идеи, а потом потухают, я понял, что им не хватает мотивации, они не знают, как себя мотивировать, они не знают, как себя дисциплинировать, потому что это работа, это работа, ребят, и она требует дисциплины, я же предложу вам определенные тайминги, определенные действия, которые необходимо будет делать, за это вы будете получать баллы, по этим баллам я буду видеть, кто из вас что-то делает, кто что не делает, тот, кто что-то не делает и уйдет вообще в минус, то есть если вы не будете делать, у вас будут вычитаться баллы, если вы будете делать, у вас будут прибавляться баллы, и если вы уйдете в ноль, я просто с вами перестану работать, и неважно даже, сколько это стоит, мне придется вас удалить, и я все-таки за результат, знаете, есть такая вот задача вам, смотрите, вы знаете школу для одаренных ребят, для одаренных детей, либо школу для одаренных детей, вот, такой вопрос, почему в этой школе самые лучшие показатели успеваемости, не буду дождаться вашего ответа, просто скажу просто потому, что туда берут только одаренных детей, я тоже хочу очень хороших результатов по вашей успеваемости, поэтому не все дойдут до конца, а дойдут только те, кто слушает, тот, кто понимает, и тот, кто выполняет задачи, все будет очень просто и легко, ребят, на самом деле, дальше, вы не знаете, как отслеживать, где находишься от точки А, то есть вы начинаете действовать, и понятия не имеете, сколько вам еще идти, что нужно, то есть вы видите, что нужно делать, но как далеко вы зашли, туда ли вы идете вообще, правильно ли вы действуете, работать в одиночку страшно тяжело, я сам этого очень боюсь, и хочу работать с вами, дальше, что делать, если запутался, я не уверен, что вы найдете на это ответ, очень быстро, так как в команде работая, ответы будут просто вылетать, и на это, это показал, вот у меня был первый, первый курс школы новых тренеров, и считаю, что он один из самых лучших курсов, где ребята до сих пор общаются с друг с другом, помогают друг другу, это на самом деле, такой нетворкинг, и действительно комьюнити, вот, если вы пошли, вот так же у вас может не получиться, потому что вы будете работать бессистемно, и запутаетесь, это так всегда происходит, нет обратной связи, не у кого спросить просто, что делать дальше, я вам на это ответ не дам, потому что я не могу дать ответ по конкретной задаче, а мне нужно видеть, человек работал, и если я его вижу, что он вот делал то-то, 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 то-то вместе с нами, дошел до этой точки, на этой точке у меня спрашивают, что делать дальше, почему у меня не получается, я ему могу ответить, а если он просто упал с неба на землю, и говорит, что мне делать, я хрен знает, что ему делать, как с этими женщинами со скандинавской ходьбой, дальше нет атмосферы общения, то есть у вас не будет той тусовки, которая помогает вам мотивироваться и двигаться вперед, просто, и имейте в виду, что чем больше нас, людей находится, тем больше опыта в суммарном запасе мы имеем, это та же история про яблоки, поделись своим опытом, и вы станете опытнее в два раза, если три человека поделятся друг с другом, они в три раза станут опытнее, чем были, и это дороже, вообще в одиночку работать дороже, вы так и не сможете выйти, можете и не выйти в плюс, то есть работа в команде, она подразумевает и некую складчину, то есть работая, есть многие инструменты, которые приобрести пока на первом этапе, скажем, достаточно тяжело, да и не нужно, а в команде это будет вам доступно всем, вот, всего восемь недель, чтобы с нуля дойти до вашей первой коммерческой группы, ребят, вот что я вам предлагаю, и действительно, это, ну вот, это мое предложение для того, чтобы выйти на результат, и действительно стать нормальным онлайн-тренером, и сделать это профессионально, ведь вы потом можете вообще дальше тренировать, учить других, ваши первые деньги в онлайн-тренировке, вы получите работая в команде, это будет без ошибок, без, имеется в виду, без проглотанных ошибок, ошибки будут на начальном этапе, все, что мы будем ударяться об ошибки, и мы дальше не пойдем, пока эту ошибку не обработаем, и пока она не станет действием, полноценным действием, после того, как мы прошли ошибку, мы идем дальше, у вас не будет каши в голове, где у вас куча знаний, вы не знаете, что с этим делать, вы вроде знаете все, но не можете сложить это в одну цепочку, у вас не нужно будет учиться чему-то ненужному, потому что все, что я вам дам, это будет целевая работа, которая позволит вам дойти до вашего результата, без дикого напряга по времени, вот это очень четко, я выложил, потому что не нужно будет вам тратить, там, 8 часов, 6 часов на то, чтобы сделать, ведь когда вы будете искать, не зная что, и не зная кого, вы так и можете заблудиться в этом тумане, но здесь у вас будет четко поставлена задача, вам самое главное это усвоить, применить на себе, применить на ваших будущих клиентов, и вы получите уже результат, и мы двигаемся дальше, да, вот четко к цели, вся работа будет идти четко к цели, точно в указанный срок, на каждую задачу, на каждый шаг, который 8 шагов, это в принципе каждый планомерный, и четко зафиксированный шаг, в котором вы будете двигаться вперед, и к концу недели получать непосредственный результат, ваш дополнительный заработок в любимом деле, то есть это очень мощная мотивация в том, что вы будете заниматься своим любимым делом, и на этом, ну, пока это будет дополнительным заработком, пока вы не наберете обороты, а может кто-то уже на первом, втором месяце нашей работы начнет уже действительно зарабатывать, и уйдет от общепринятых устоев работать на заводе, либо работать там на кого-то, начнет работать на себя, а это очень хороший мотиватор работать на себя, в принципе. Так вот, с меня, что с меня будет? С меня технология, то есть это полная работа, техническая работа, плановая работа, непосредственно с этими инструментами, и как дойти до цели, не как дойти, а мы вместе дойдем, ошибка в том, что я скажу, то есть это будет как, и что нужно сделать, то же самое, как и здесь, но, видите, я не могу рассказать, и в принципе, наверное, не всем это будет интересно, какие инструменты применять, на каком шаге, потому что это будет 8 недель. С вас требуется выполнение задачи, желание получить результат, и все. Выполнение задачи будет строиться, не тяжелое, но их надо выполнять. Посмотрите, те задачи, которые мы делали на игре, неужели они были тяжелыми? Они были прикольными. Такие же интересные задачи, которые вы выполняете, и получаете такой вау-эффект, говорят, нифига себе, как это работает, офигеть, как это мощно. И огромное вам спасибо, если кто-то хотя бы раз сказал, что я придумал гениальную схему по продвижению онлайн-тренерства, и потому, что происходит у меня, допустим, эти движухи, игры, эти темы, эти общения, эти продажи, то огромное вам спасибо, и я скажу, что вы будете намного круче меня. Кому интересно, как участвовать в этом во всем теперь, ребят? Да, Андрюх, можно. Я вижу, что можно. Все, мне интересно, погнали дальше, я вижу, все, достаточно. Вот, 8 шагов онлайн-тренировок, шаг 1, 2, 8, все эти шаги мы с вами пройдем. Есть 8 недель, каждая неделя качает на результат, я короче, потому что мы уже затянули, каждая в максимально рабочей среде. Ребят, теперь вот здесь цена, каждая неделя стоит минимум 6 тысяч рублей. Согласитесь, это в принципе не такая большая стоимость за весь этот продукт, зная, к чему он может вас привести, зная, чего вы достигнете. Каждая неделя минимум стоит 6 тысяч. Вы можете умножить 8 недель на 6, и у вас получится 48 тысяч, да? Но у меня такой вопрос, многие ли могут выложить 48 тысяч сейчас? Все испугались и все ушли, наверное, да, сразу? Да, я просто спросил, даже за такую работу, которая гарантирует результат. Согласен. 48 тысяч на этом этапе. Я понимаю, что мы все ценим свои деньги, и не все хотим тратить на это очень много денег, и не все, то есть, есть на это причины, скажем, свои. Вот, у меня есть поэтому следующее предложение. Я понимаю, что вы люди со своими тараканами, со своими желаниями. Да, 48 тысяч тяжко. И следующее предложение, ребят. Есть 8 недель, все 8 недель не за 48 тысяч, а всего за 9 900. За 9 900. Все это. Но опять есть одно но. Да, ребят. Нет, здесь есть как бы права, то есть, есть законы об авторских правах, если вы покупаете в складчину, у меня есть инструменты, которые это проследят, то просто будет жестокий бан тем, кто это качает, грубо говоря. Вот. Есть но, ребят. Послушайте, я понимаю, сейчас начался разговор о том, как что, я все это придумал, то есть, я все продумал уже о том, что вы скажете. Я понимаю, что я бы сам 48 тысяч вряд ли бы отдал, я бы взял этот план, начал бы трансформировать, запутался бы сто раз и, может быть, забил. На это бы ушло у меня кучу лет, два-три года, и я пришел бы, наверное, к результату все равно, если у меня прижала жизнь, но 9900, 9900 всего. Теперь, многие из вас меня не знают, то есть, почему это может быть дорого для вас, многие меня не знают, нет уверенности в подаче материала, смогу ли я вам дать это доступно. Даже 9900 это много, и вопрос, сработает ли это точно у меня? сработает или нет? Есть предложение получше, ребят, представляете, я тоже продумал этот шаг. Какое предложение дальше? Первые две недели, первые две недели, я предлагаю вам первые две недели пройти вместе со мной, всем, и в первые две недели мы включаемся, я включаюсь в работу, плюс я личность, то есть, мы шаги проходим, и вторая неделя, я профессионал. Эта неделя вам позволит уже понять, в чем здесь дело, и как это все работает, вы почувствуете, вы почувствуете всю работу на себе, и насколько это ценный продукт, который действительно может завести вас на другой уровень. результат за первые недели, который вы можете получить, это разгон страницы в соцсетях, это контент-план с учетом уникальности, и вы понимаете после этих двух недель, что нужно людям. Это будет мощная, плановая и целенаправленная работа на достижение этих результатов. Тем ребятам, которые, допустим, не знают, с чего начать, это будет очень хороший посыл и понятие того, не только, как это нужно сделать, и что нужно сделать, а мы сделаем это. И так далее. Дальше. Чек-лист за первые две недели. То, что вы получите в конце двухнедельной программы, это 300 плюс лайков в ленту, вы сами можете понять теперь, как вы взлетите мощно. Это 300 плюс комментариев в ленту, это 40 сториз целенаправленных, это 2 эфира, которые мы проведем вместе с вами, это 6 постов, ну и может быть больше, это коммуникация с сотнями людей, которые вас еще не знают. Даже после этого вам легче будет продавать. Ребят, скажите, вот 2 недели, если пройдет, и вы поймете, как это все работает, только 2 недели, дальше вы не пойдете. Вам легче будет продавать после этих 2 недель? Как вы считаете, да или нет? мы с вами настроим личную страницу, мы приведем в порядок вашу голову, мы выделим вашу уникальность, мы узнаем, что хотят клиенты, и дальше вы сможете продавать. Да. Согласен, даже после 2 недель. Да, ребят. имейте в виду, что это очень хорошо даже работает не обязательно на онлайн-бизнес, на оффлайн очень мощно работает, если вы сумеете это трансформировать в эту точку. Вот, ребят, стоимость 2 недель, если вы разделите 9 900 на 8, вы получите 1250. Я вам предлагаю 2 недели пройти за 990 рублей. Всего за 990 рублей. Стоимость 2 недель 990 рублей для того, чтобы раскачать свою страницу и двигаться дальше вперед. Зачем это мне нужно? Я вам скажу, что я сторонник того, что чем больше людей будет в этом движке, тем больше ошибки я увижу в том, что у меня есть, скажем, на своей странице, я увижу, как это работает у вас, вы увидите, как это работает у меня, и мы друг друга потянем, хотя бы Данил наконец-то поймет, как нужно делать, Юра наконец-то начнет это делать, Юля наконец-то возьмет себя в руки и начнет раскручивать себя нормальным образом, и здесь мы как раз будем работать именно посредством оценок себя своим же друзьям, то есть сначала мы работаем друг с другом для того, чтобы понять, насколько мы это интересно сделали, мы будем прямо тупо писать комментарий к себе под постами, что так, что не так, потому что это принесет лучший результат, и дальше мы будем выстраивать, есть А и Б тестирование, где мы один и тот же пост, один и тот же текст преподаем по-разному, для того, чтобы понять, насколько это лучше срабатывает, а это сделать лучше вот в команде, и чем больше людей нас будет, тем будет круче, ну, сами согласитесь, если два человека, ну, это дохляк, за две недели, за 990 рублей, вы узнаете меня как профессионала, то, что я умею делать лучше всего, то, что я могу вас научить, и это будет работать у вас, по крайней мере, по тем материалам, по тем шагам, которые мы сейчас, то есть мы сделаем за эти две недели, вы войдете в рабочий ритм, и начнете дальше действовать в унисон, вы качнете свой паблик или личную страницу, так как это нужно, и сделайте сильный контент своих тренировок под людей, то есть у вас будет уже 60 тем для постов, по крайней мере, вы месяц, два месяца, то есть вы дальше будете действовать, видеть, как это делать. Теперь, все, кто хочет участвовать, пишите в сообщении группы, не сюда, ребят, не сюда, слушайте внимательно, в сообщении группы, там, где наша группа игры, вы заходите в сообщение группы и пишите 2110 код, вот здесь, код 2110, мой бот, мой любимый бот пришлет вам три варианта оплаты, то есть это оплата за две недели, оплата сразу за весь движок, и оплата за вип-курс, вип-курс, это мои личные рекомендации, мое личное присутствие, и я это вы, вы это я, то есть мы прямо вот плотненько работаем персонально с вами для того, чтобы у вас получилось все на 100%, без каких-то либо ошибок, и для того, чтобы вы конкретно все поняли, как это делается, то есть это плотное общение, я полностью переключаюсь на вас, так что, вот, вот сюда я стрелкой нарисовал, куда это сделать, организационные моменты теперь, после оплаты через 2-3 дня я пришлю ссылку в закрытую группу и чат, все, кто оплатит, вы получите, то есть после оплаты вы получите сообщение от бота, что оплата принята, вам будет назначена метка, где я по меткам узнаю, кто чего оплатил и сколько, я пришлю всем ссылку в закрытую группу и чат, где мы будем присоединяться, стартуем мы 28 октября в понедельник, то есть это начнется, да, до 28 октября ребят, это все на ваше обдумывание, пожалуйста, 50 мест есть, минус 1, он уже оплачен, он сделал это до курса, во время игры, он спросил меня, давай конкретно, Сергей Иванович, что будет и как это будет, я ему все объяснил, он говорит, я согласен, и он взял курс за 9,90, за 9,900, и теперь сейчас я его оформлю в группу и там он будет вас уже дожидаться, вот, имейте ввиду, ребят, то есть вы можете не принимать решения быстрых, там, допустим, за 9,900 оплачивать сразу, это, конечно, хорошо, потому что вы сразу не будете думать о том, где потом деньги искать, потому что, как всегда, форс-мажор бывает, вы можете, у вас есть целая неделя на обдумывание, на прикидывание, для того, чтобы понять, решить, что делать, как делать, все в ваших руках, но имейте ввиду, что бывает так, что оплатив сейчас, вы можете потом у вас, если сейчас нет такой возможности, вряд ли она будет потом, может быть, а 9,900 для вступления в эту игру, то есть две недели мы работаем очень мощно, все организованно, и вы почувствуете, как это хорошо работает, я хочу этими двумя неделями вам показать, что вы можете мне доверять, и что у вас уже будет результат, которым вы можете действительно гордиться и идти дальше. Еще раз, кто хочет участвовать, ребят, в сообщениях напишите код 2110, то есть сегодняшнее число, в принципе, 21 октября, 2110, этот код будет действовать все время до 20, до 30-го числа, до 20, до 29-го числа, потому что мы уже начнем действовать с вами в закрытой группе, и очень много интересного материала, где я специально уже подготовил для вас, то есть это будет хорошая работа. У вас будут уроки, которые вы должны будете делать, выполнять задания, получать за это баллы, баллы покажут, насколько вы действительно двигаетесь в нужном направлении, и в конце у нас будет на шестом шаге, на седьмом шаге, где мы с вами должны будем мериться уже нашими продажами, представляете, какой будет результат. Сейчас вы можете сказать, как я это буду делать, я вообще не знаю, да, до пятого шага вы так и не узнаете, может быть. Вот, ребят, в принципе, две недели 990, остальные, остальные получается 8900, то есть 9900 весь курс, сейчас я вам даю просто не 1250 оплатить для того, чтобы, то есть за неделю, не две с половиной за неделю, а всего 990, я просто иду на такой шаг для того, чтобы вы поняли, что это работает, я вам даю отсрочку, грубо говоря. 9900 весь курс стоит, не 48 тысяч, ребят, а 9900. Если вы сомневаетесь о его ценности, то вы можете посмотреть это видео заново, еще раз, и вы убедитесь в том, что здесь я подготовил инструмент только, то есть материал именно по факту того, как это будет и как это есть. Вы можете посмотреть на моей странице, посмотреть, как работают боты, посмотреть, сколько подписчиков, поговорить с ребятами, которые прошли курсы и так далее. Так что вот. Плюс хочу сказать по программам, которые планируются на шаге, я треним на 8 шаге, у вас будет план построения тренировок, персональных тренировок непосредственно по циклам силовой подготовки, выносливости и гимнастических не навыков, а многоповторок, скажем так, силовой выносливости. То есть ее можно транслировать и на гимнастику. Это тоже у вас будет для того, чтобы вы имели представление, как это делается и могли составлять хотя бы простенький план, но с чего-то же надо начинать, для того, чтобы его уже преподнести своему клиенту. Вы увидите, что это действительно работает, приносит результат. Это даст вам почву для дальнейшей вашего образования. Все. Ребят, на этом все. Я вам все дал. Огромное спасибо, что вы были со мной все это время. Теперь у меня задача план Д. Все это сохранить и все это как-то надо записать и транслировать, выложить страничку. Все, ребят. Да, хорошего вечера. Большое спасибо вам, ребят. Скажите, если вам было интересно, спасибо.